Почему Медное? В этом кладбище погребены около 6300 расстрелянных польских военнопленных, которые содержались в Осташковском лагере НКВД для военнопленных. И вот они составили одну из групп жертв Катынского преступления. Что мы понимаем под термином «катынское преступление»? Это собирательный термин, которым обозначают расстрел польских военнопленных и заключенных, совершенный органами НКВД весной 1940 года по решению Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Катынское преступление, жертвы Катынского преступления это все те, кто были расстреляны по этому решению Политбюро. По этому решению были казнены тогда одновременно, в апреле-мая 1940 года, более 4400 военнопленных польских, которые содержались в Козельском лагере НКВД, около 3800 военнопленных, содержавшихся в Старобельском лагере, почти 6300 военнопленных из Осташковского лагеря и более 7300 арестованных польских граждан, кто содержался под следствием в тюрьмах западных областей Украинской и Белорусской ССР. Причем в Козельском и в Старобельском лагере были сосредоточены армейские офицеры, почти исключительно армейские офицеры, ну кадровые офицеры и офицеры запаса. А в Осташковском лагере подавляющее большинство, ну вот если быть точным, то 87% всех узников Осташковского лагеря составляли полицейские, служащие польской полиции, так сказать, как рядовой состав, так и офицеры. Ну опять про рядовой состав, тут может быть важно уточнить, что, значит, рядовой состав польской полиции, он соответствовал унтер-офицерским армейским званиям. То есть это были, так сказать, ну можно о них говорить, что, значит, даже самое низкое, это польское полицейское звание, которое по-польски называется постерунковый, и буквально переводится как постовой, оно соответствовало там, ну не менее чем ефрейтору в армии. Остальные узники Осташковского лагеря, а собственно вот о них больше всего сегодня я и буду говорить, вот это были, значит, служащие жандармерии, то есть той же полиции, но только в рядах вооруженных сил, в рядах войска польского, служащие тюремной страже, пограничники, там разных формирований польских, осадники, то есть польские колонисты, кто получил в 20-е годы наделы земельные на восточных территориях этого довоенного польского государства, судей, чиновники, вот такие группы, но все же основная масса этих узников Осташковского лагеря, это были служащие полиции. Расстрелянные узники Козельского лагеря были захоронены рядом с местом расстрела в Катынском лесу, это в 15 примерно километрах от Смоленска, ну, причем, часть из них была расстреляна в самом Смоленске, в тюрьме НКВД в Смоленске, но захоронены были все в Катынском лесу, и те, кого расстреляли прямо в лесу, и те, кого стреляли в Смоленске, их тела потом привезли и закапывали там в этом лесу. Узники Старобельского лагеря, как мы, значит, знаем сейчас, были расстреляны в тюрьме НКВД в Харькове и захоронены на окраине Харькова рядом с селом Пятихатки, ну, а военнопленные, содержавшиеся в Осташковском лагере, были расстреляны в тюрьме НКВД в Калинине и захоронены в Медном. Как я уже и говорил, в Медном они были захоронены, в общем, на той территории, на которой и в предшествующие годы НКВД, значит, закапывало трупы расстрелянных советских граждан. Это был такой вот полигон для захоронения. А впоследствии на этом месте, значит, был устроен дачный поселок НКВД, НКГБ, и он, значит, продолжал быть этим дачным поселком вплоть до начала 90-х годов, дачным поселком управления КГБ по Калининской области, управления МВД по Калининской области. Вот, значит, вот эти места захоронения, вот такие, теперь, значит, место захоронения расстрелянных заключенных, вот тюрем из западной Украины, западной Белоруссии, Пока достоверно установлено только одно, это Быковнянский лес под Киевом. Возможно, еще, ну, с большой вероятностью, это еще и Куропаты, где тоже вот польские граждане, арестованные в 39-40-м годах, расстрелянные в рамках той же операции, были захоронены. Ну, и еще, значит, предположительно, еще несколько мест на Украине, вот, возможно, окраина Харькова, где вот военнопленные из Тарабельского лагеря, возможно, что там и вот арестованные, расстрелянные в той же операции, что тоже где-то там они захоронены. Достоверно это еще не установлено. Называют еще и другие места, Херсон, в частности. Ну, и вообще, надо сказать, что вся эта расстрельная операция была проведена в глубокой тайне, и это специально, значит, оговаривалось в документах НКВД. И тогда, скажем, родственникам военнопленных, им было известно только то, что переписка с их близкими из всех трех лагерей, про то, что, значит, эти лагеря были три, что переписка оборвалась примерно в одно и то же время, не позднее весны 40-го года. А про то, что в рамках той же операции были казнены еще и тысячи заключенных, арестованных из тюрем, это вообще, значит, было совершенной новостью, стало известно только в 92-м году, когда было обнародовано решение Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 40-го года. Так вот, значит, почему их всех называют жертвами Катынского преступления, и все эти расстрелы в самых разных местах называют вот этим собирательным термином Катынское преступление. Дело в том, что Катынь стала символом казни всех перечисленных групп, так как именно в Катыне в 43-м году были впервые обнаружены захоронения убитых польских военнопленных. И было установлено, когда они были казнены, что это весна 40-го года. И на протяжении всех последующих почти полувека, 47 лет, Катынь, Катынский лес оставалось единственным известным местом захоронения жертв этой операции НКВД. И, так сказать, скажем, родственники военнопленных пропавших без вести, от которых перестали поступать письма в 40-м году, военнопленных из Осташковского лагеря, из Старобельского лагеря. Многие, значит, думали, а не лежат ли их близкие именно там, в Катынском лесу. Вот. Так что тут это такое длинное объяснение в связи с тем, что вот один из вопросов, который возникал в связи с нашей компанией по подготовке книги памяти, убитых в Калинине, захоронены в Медном, и мы вот этих убитых называем жертвами Катынского преступления. Вот. Один из вопросов, который возникал, был такой, что вот как же так? Вот вы, Мемориал, уже издали 4 года назад книгу, вот я здесь ее принес просто, чтобы показать, такую объемную книгу, посвященную жертвам Катынского преступления. Да, это действительно книга, посвященная жертвам Катынского преступления, но другой группе, узникам Козельского лагеря, которые, собственно, вот только они и лежат там, в Катынском лесу. А та книга, которую мы готовим, ну почти уже подготовили и будем издавать, хотим издать в этом году, она посвящена другой группе, жертв Катынского преступления, узникам Осташковского лагеря. Так, теперь, значит, давайте я немножко расскажу, как вообще получилось, что вот польские граждане в 1939 году оказались, вот одни оказались военнопленными в советском плену, другие оказались заключенными тюрем НКВД. Ну, опять вот, перечислю, вот, так сказать, просто факты. 23 августа 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении, всем известный пакт Риббентропа-Молотова, который включал секретный протокол о разграничении сфер интересов, и согласно этому протоколу, в частности, Советскому Союзу отходила восточная половина, почти точно, половина территории довоенного польского государства. Если там считать квадратные километры, то даже чуть больше 51%. Для Гитлера этот пакт Риббентроп-Молотов означал снятие последнего препятствия перед нападением на Польшу. То есть то, что, так сказать, последнее, что еще могло его удержать. И 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну. А 17 сентября 1939 года в Польшу с востока вторглась Красная Армия. Без объявления войны Советским Союзом и вопреки действовавшему договору о ненападении между СССР и Польшей. Ну, советская пропаганда объявила эту операцию Красной Армии освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию, предпринятым для защиты, значит, братских народов на этих территориях, в условиях, как там говорилось тогда, когда польское государство распалось. Хотя фактически, значит, скажем, Варшава защищалась от немцев еще до конца сентября, капитулировала только 27 сентября. И военные действия еще войска польского, польской армии, которая пыталась остановить вот эти прорвавшиеся преобладающие силы немецких войск, вот эти военные действия продолжались еще до начала октября. Там последняя польская, значит, военная группировка сложила оружие только 5 октября. Ну, в сопротивлении Красной Армии польские части практически не оказывали, ну, кроме пограничных застав, которые были смяты, конечно, в первые же часы. Тем не менее, до конца сентября в плен были взяты от 240 до 250 тысяч польских солдат и офицеров, а также пограничников, служащих полиции, жандармерии, тюремной стражи, вот тех категорий, про которые я уже говорил. Причем, значит, не имея возможности содержать такую огромную массу пленных, сразу после разоружения половину рядовых и унтер-офицеров распустили по домам. А остальных Красная Армия передала, значит, сначала в приемные пункты НКВД, приемные для военнопленных, пункты НКВД для военнопленных, которые были там устроены вдоль старой польско-советской границы. Старой, ну, в смысле, по состоянию, на первое, там, на 17 сентября. И из этих пограничных пунктов они попали в специально созданные лагеря военнопленных НКВД. Стационарные, уже в глубине территории Советского Союза. Но и эти лагеря, хотя половину уже из этих 250 тысяч, значит, отпустили рядовых и унтер-офицеров. И в эти лагеря попала только половина, там, порядка 130 тысяч человек. Но уже и они оказались совершенно перегруженными, неготовыми к тому, чтобы, значит, обеспечить даже не то, чтобы пищу, там, и крышу над головой. Но во многих лагерях огромная проблема с питьевой водой. И поэтому сразу же в октябре-ноябре большинство рядовых и унтер-офицеров из этих лагерей, значит, были вывезены. Их покинули. При этом, значит, соблюдался принцип критерий места жительства. То есть, жители территорий, захваченных Советским Союзом, то есть, вот те территории, которые стали с этого момента именоваться Западной Украиной и Западной Белоруссией. Ну и там формально, значит, только в декабре на них было организовано вот это советское административное деление. Были устроены Западные области Украинской ССР, Западные области Белорусской ССР. Этому предшествовало, значит, некоторые голосования, референдумы, которые были устроены в конце октября. Так вот, значит, жители вот этих территорий, захваченных Советским Союзом, анектированных Советским Союзом, их распустили по домам. То есть, их из этих лагерей в глубине Советского Союза вывезли вот на эти территории и там распустили. А жители территории, которые были захвачены немцами, их эшелонами отвозили, ну, прежде главным образом в Брест, там, в Ягодин еще на пограничные станции с немцами. И там передавали немцам в порядке обмена, а немцы взамен передавали, значит, советским властям тех польских военнослужащих, в основном, значит, украинцев и белорусов, служивших в польской армии, которые были захвачены в плен немецкими войсками. И в советском плену, в результате, вот, по состоянию на конец ноября, начало декабря 1939 года, были оставлены 25 тысяч военнопленных, польских рядовых и унтер-офицеров, жителей именно, значит, территорий, захваченных Советским Союзом. То есть, не всех отпустили жителей, а вот 25 тысяч рядовых и унтер-офицеров оставили в лагерях и отправили в рабочие лагеря для военнопленных, для работы, значит, во-первых, на строительстве шоссе, которое именовалось западноукраинская дорога номер один, шоссе из Новограда-Волынского во Львов. И для работы на шахтах, рудниках и металлургических предприятиях в Криворожском, Донецком и Запорожском промышленных бассейнах. Это про рядовых. А кроме них не подлежали распуску по домам или передача немцам, причем, значит, безотносительно от места жительства. Значит, кто не подлежал? Прежде всего, армейские офицеры. Вот, и офицеры запаса, и кадровые офицеры. Ну, про офицеров запаса я очень много рассказывал вот в связи с этой книгой, когда мы ее выпустили. Значит, повторю еще раз, что, в общем-то, офицеры запаса, это были, так сказать, совершенно люди штатских профессий, кто были призваны в войско польское в последние дни буквально накануне, перед нападением Германии. Так вот, их, вне зависимости от того, где они жили до войны, на той территории, которую захватили немцы, или на той территории, которую захватил Советский Союз, значит, они не подля... Их оставили в лагерях и сосредоточили, как было уже сказано, вот в Старобельском лагере в Ворошиловградской области, которая нынче называется Луганской областью, и в Козельском лагере в Смоленской области, нынче это Калужская область. А также не подлежали вот этой передаче, были оставлены в лагерях все пограничники, невзирая на звания, от, значит, рядовых до офицеров самых старших, там и генералов. Ну, генералы были только армейские, среди пограничников, значит, взятых в плен, генералов не было. Полицейские также всех званий, и рядовые, и офицеры. Жандармы, то есть военная полиция в войске польском, служащие, тюремные стражи, осадники, чиновники, судьи и некоторые другие, значит, польские граждане, около 6,5 тысяч человек, вот их были собраны в Осташковском лагере, а вот офицеры, около 8,5 тысяч в Козельском и в Старобельском лагере. Значит, поскольку тут я уже упомянул, что в этой операции Катынское преступление, жертвами стали не только военнопленные, но и арестованные, то скажу, что вот на этих захваченных территориях Советским Союзом в результате сразу начались массовые аресты, ну, собственно, один из основных инструментов советизации этих аннексированных земель. И этим арестом подверглись прежде всего должностные лица польского государственного аппарата. Ну, вот чиновники и чиновники местного самоуправления, и чиновники государственной администрации, и в том числе все избежавшие по каким-то причинам плена офицеры и полицейские, которые оказались на этой территории, члены польских политических партий, общественных организаций, промышленники, землевладельцы, коммерсанты, перебежчики, те, кто, значит, через границу перебирался и был при этом арестован, и другие вот враги советской власти. За эти самые три фактически месяца 1939 года и три месяца 1940 года до начала Катынского расстрела в Западной Украине, Западной Белоруссии таким образом было арестовано около 33 тысяч человек. В 5 марта 1940 года политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о расстреле находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков. Это вот я зачитываю категории, прямо так цитирую, как они названы вот в той самой постановочной записке Берии, вот ее начало здесь видно, которая, значит, формально стала основанием для принятия того самого решения политбюро. А также, вот кроме этих 14 700 офицеров, содержавшихся в лагерях военнопленных, офицеров и других категорий, не только офицеров, и также 11 тысяч арестованных, содержавшихся в тюрьмах, которых, значит, их категории названы так. Члены различных контрреволюционных, шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков. Вот эта записка Берии формально стала основой для решения политбюро. Причем, значит, в качестве обоснования их расстрела, их расстрел предлагался, исходя из того, что все они являются закореневыми, неисправимыми врагами советской власти. И, собственно, дальше, ну вот, как бы, записка, на которой члены политбюро расписались, Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян. И, значит, есть там отметки о том, что Калинин и Каганович тоже проголосовали за, по-видимому, значит, проголосовали в ходе какого-то телефонного опроса. И в качестве, собственно, решения, самого решения в протоколе этого заседания политбюро, вот, собственно, самая выписка из этого протокола, которая касалась именно этого решения, вот весь текст этой выписки, это, как бы, слово в слово до последней запятой воспроизведена заключительная часть записки Берии. В исполнении этого решения все военнопленные Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей, ну, кроме там 395 человек, в апреле и мае 40-го года были отправлены этапами численностью от нескольких десятков до самый большой один этап почти достигал 500 человек. В распоряжение областных управлений НКВД, соответственно, Козельский лагерь в управление по Смоленской области, Осташковский лагерь в управление по Калининской и Старобельский в управление по Харьковской области. И эти управления, они и производили расстрелы этих этапов по мере их прибытия, прямо сразу. Ну и параллельно начались расстрелы заключенных в тюрем западных областей Украины и Беларуси. Правда, эти расстрелы закончились позже, не в мае, они продолжались еще и летом 40-го года, и, по-видимому, к концу лета только они были закончены. А те 395 военнопленных, которых не включили в эти расстрельные предписания, их отправили в Юхновский лагерь сначала, очень быстро потом переправили в Грязовецкий лагерь, в Вологодской области, Юхновский, в Смоленской, из которого в конце августа 41-го года они были переданы на формирование польской армии в СССР. Это я тут забегаю немножко вперед. И одновременно, собственно, в начале этой расстрельной операции была проведена еще другая операция НГВД. 13 апреля в один день со всей территории, со всей этой полосы западных областей Украинской и Белорусской ССР была проведена высылка семей этих польских военнопленных, кто содержался в лагерях, ну и тех семей, которые там жили. Высылка в Казахстан, правда, не только семей, не только военнопленных, но и тех, кто содержался в заключении, причем даже тех, кто даже и не подлежал расстрелу по этой котенской операции, а просто находился в лагерях, вот все эти семьи в один день 66 тысяч человек там, ну в основном жены военнопленных и заключенных с детьми были высланы в Казахстан. Ну, дальше известно, что вот связь с ними всеми оборвалась, а в следующем году, 22 июня, Германия напала на Советский Союз, и вскоре 30 июля между советским правительством и польским правительством в изгнании, которое пребывало в Лондоне, было заключено соглашение о признании недействительными советско-германских договоров 1939 года, касающихся, как там было в тексте сказано, территориальных перемен в Польше, о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Польшей, тех отношений, которые были разорваны 17 сентября, когда, значит, наше правительство объявило, что все, что польское государство рухнуло, и поэтому все, значит, отношения, все соглашения недействительны. Вот, значит, пришлось их восстанавливать 30 июля 1941 года. Дальше, значит, вот это соглашение от 30 июля, в нем было предусмотрено образование на территории СССР польской армии для участия в войне против Германии, и было предусмотрено освобождение всех польских граждан, находившихся в СССР в заключении в качестве военнопленных, арестованных или осужденных, то есть в лагерях ГУАГа, а также тех, кто содержался на спецпоселении в ссылке, в частности, вот этих семей, которые были высланы 13 апреля 1940 года. Скажу, что вот эта высылка 13 апреля, она была не первая, самая первая высылка гражданского населения, массовая высылка, была проведена 10 февраля, когда, значит, в отдаленные северные районы европейской части и Урала, и за Урал, были высланы 141 тысяча человек, так называемых спецпереселенцев-осадников. Вот вторая операция, это апрельская, это вот семьи военнопленных, была еще и третья операция в конце июня 1940 года, тоже в один день по всей этой обширной территории, высылка беженцев, то есть беженцы это были те, кто в сентябре 1939 года спасался от германской оккупации и бежал на восточные территории, значит, оказался под советской властью, и затем, значит, по соглашению между СССР и Германией был предусмотрен обмен, вот кроме обмена пленными, еще обмен и вот этими беженцами населением, значит, нужно было, были образованы эти польско-советские комиссии, комиссии, которые работали вот на территории этих западных областей, в эти комиссии нужно было подавать заявления, и очень многие из тех беженцев, кто, значит, за эти несколько лет, несколько месяцев, как бы испытали на себе вот советскую власть, все, что нужно, все, что, значит, нужно было пережить. Им они решили вернуться к своим местам проживания на территории захваченной Германией. Но, значит, подавляющему большинству из них немцы отказали. И вот этой высылке беженцев уже, значит, опять же, в северные районы, там, в Архангельскую область, в Сибирь, на Дальний Восток даже, в Якутию, самое, значит, далекие места ссылки, подлежали те, кто подал заявление на возвращение к местам проживания своим в немецкой зоне оккупации, но кому немцы отказали. Ну и последняя высылка была уже в 41-м году, накануне нападения Германии. И в сумме вот эти четыре высылки, четыре операции оказались, значит, с самым массовым видом советских репрессий на этих территориях. Более 320 тысяч человек были высланы просто на спецпоселения. А в сумме с арестованными, с пленными, которых удерживали после декабря 1939 года, включая в том числе и этих будущих жертв Катынского преступления. Вот эти советские репрессии, их жертвами стали почти полмиллиона человек. Вот за этот короткий промежуток времени между сентябрем 1939 года и июнем 1941 года. Ну вот я возвращаюсь опять к судьбе военнопленных тех, вот к судьбе тех военнопленных, кто дожил до советско-польского соглашения от 30 июля 1941 года. Вот в соответствии с этим соглашением, значит, за этим соглашением последовал указ Президиума Верховного Совета 12 августа 1941 года о предоставлении амнистии. И вот механизм освобождения, который там, освобождение, которое было предусмотрено, был через эту амнистию, что вызывает, так сказать, многие возражения у польских историков, в частности, именно применение механизма амнистии. И 14 августа было заключено советско-польское военное соглашение об организации польской армии на территории СССР. Эту армию планировалось сформировать из амнистированных польских узников и спецпереселенцев, и прежде всего из бывших военнопленных. И командующим этой армии был назначен генерал Владислав Андерс, срочно выпущенный из внутренней тюрьмы НКВД в Москве на Лубянке. Ну и, конечно, при формировании этой армии польское командование очень рассчитывало на узников этих трех лагерей, прежде всего Козельского и Старобельского, где содержались и кадровые офицеры, и вообще офицеры, армия не может существовать без офицеров. Но также и узников Осташковского лагеря, где, в общем-то, люди военные содержались. И вот никто из них к местам формирования этой польской армии так и не прибыл. Ну тут опять я уже очень долго рассказываю, значит, для сокращения скажу только, что эта польская армия, армия Андерса в результате консулета 42-го года была эвакуирована из СССР по соглашению взаимному в Иран. Она в боях на Советско-Германском фронте так участия и не приняла, а позже она участвовала в операции союзников по освобождению от гитлеровцев Италии. Теперь, значит, а вот эти военнопленные из этих трех лагерей так и все время считались пропавшими без вести. Вот, польский премьер-министр и главнокомандующий генерал Сикорский, который приезжал в Москву в декабре 41-го года, имел встречу со Сталиным. В частности, он и там спрашивал про их судьбу и добивался того, чтобы, значит, их отпустить и как можно скорее, чтобы они могли как можно скорее влиться в эту польскую армию. На что неизменно получал ответы, что, значит, что уже все освобождены, все амнистированы и больше никого, значит, мы не удерживаем. И Сталин даже, значит, в разговоре с ним высказал предположение, что, может быть, эти офицеры бежали в Манчжурию и поэтому вот не появляются. А 13 апреля 43-го года германское радио официально сообщило об обнаружении в Катыни под Смоленском захоронений польских офицеров, расстрелянных советскими властями, расстрелянных органами ГПУ, как они тогда говорили. Ну, через два дня, 15 апреля 43-го года, последовало официальное опровержение Совинформбюро, согласно которому польские военнопленные летом 41-го года были заняты на строительных работах в западнее Смоленска, значит, попали в руки немцев и были расстреляны ими. Ну, тут я сразу хочу сказать, что вот это обнаружение Катынских могил, и, собственно, таким образом, как бы Катынское преступление, было раскрыто, было открыто миру, что, значит, оно произошло на территории, оккупированной немцами, и объявление было немецкое, но его бы не случилось без участия наших сограждан, русских крестьян местных, которые, собственно, наблюдали, как в 40-м году в апреле и мае на станцию Гнездово в двух километрах от Катынского леса привозили под конвоем польских офицеров, как их туда увозили, и кто-то из них, из этих местных жителей, и догадывался, и знал, что этих людей там расстреляли, и вот, собственно, от них немцы только и узнали про то, что вот эти польские офицеры, которых Сикорский разыскивает по всему миру, и неизвестно где они, вот эти офицеры, которые так нужны польской армии, что вот на самом деле они лежат вот там, в Катынском лесу. С конца марта по начало июня 43-го года германская сторона, вот, при участии технической комиссии польского Красного Креста провела эксгумацию этих массовых захоронений в Катыне. При этом были извлечены останки 4243 польских офицеров, и по обнаруженным при них, при карманах их одежды, личным документам, письмам и разным другим бумагам были установлены имена и фамилии 2733 человек из них. В ходе той эксгумации трупы были перезахоронены в братские могилы, рядом с первоначальными захоронениями. А все результаты и все материалы этой эксгумации были опубликованы немцами в Берлине в книге «Амтлихосматериальцум массенморт фон Катыни». 25-го сентября ну, эта эксгумация была проведена почти до конца. Одно, там, из восьми этих могильных ям были полностью исследованы, семь из них были все останки подняты и перезахоронены. И в последние дни этой эксгумации, когда уже, значит, было решение этих немецких властей эту эксгумацию прекратить, была обнаружена еще и восьмая яма, но, значит, она была практически, из нее только там полтора десятка трупов были подняты и было установлено, что это тоже польские военнопленные, расстрелянные. Значит, 25-го сентября был освобожден Смоленск, Красная армия освободила Смоленск, и после этого только 12-го января, то есть спустя почти 4 месяца, 12-го января 44-го года была создана Советская комиссия, которую сразу официально, значит, было ей назначено наименование. Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. То есть, как бы сразу этой комиссии был задан тот результат, к которому она должна прийти в результате своей работы. Председателем этой комиссии назначили академика Бурденко. Но при этом из документов, сохранившихся и находящихся в открытом доступе в Москве, в Государственном архиве Российской Федерации, известно, что уже с начала октября 43-го года специально откомандированные работники НКВД и НКГБ, откомандированные из Москвы, готовили фальсифицированные доказательства, якобы, ответственности германских властей за расстрел польских офицеров под Смоленском. Согласно официальному сообщению, была советская эксгумация в Катыни, проводилась лишь только в январе, с 16 по 26 января 44-го года, по указанию вот этой комиссии Бурденко. В ходе, значит, этой эксгумации из вторичных могил, оставшихся после немецкой эксгумации, из той самой, значит, первичной могилы, которую немцы не успели исследовать, были извлечены останки 1380 человек. 26 января 44-го года было опубликовано в газете «Известия» официальное сообщение комиссии Бурденко, согласно которому военнопленные поляки, находившиеся летом 41-го года в трех лагерях, якобы существовавших, западнее Смоленска и оставшиеся там после, значит, внезапного вторжения германских войск на территорию Смоленской области и в сам Смоленск, что они были захвачены немцами и расстреляны немцами осенью 41-го года. Вот что, значит, тогда было известно. И, собственно, вот это сообщение комиссии Бурденко, оно и стало затем на почти полвека основой вот этой советской версии, которая внедрялась, значит, были попытки ее внедрить за рубежом, в общественное мнение как бы всемирное. И эта же версия о том, что этих пленных офицеров в Катенском лесу расстреляли немцы, она же распространялась и у нас в Советском Союзе, в нашей стране. Вот, собственно, единственное основание на протяжении всех этих десятилетий, это было сообщение комиссии Бурденко. Значит, 3-го марта 59-го года председатель КГБ тогдашний Шелепин направил первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву совершенно секретную записку, в которой он, значит, предлагал уничтожить все личные дела расстрелянных польских военнопленных и заключенных в этой операции. Но для нас в этой записке прежде всего важно то, что, значит, эта записка подтверждает, что вот все жертвы этого расстрела, что они были расстреляны на основании решения Политбюро ЦК ВКПБ от 5-го марта 40-го года. Правда, Шелепин называет, значит, решение Центрального комитета КПСС, и к этому, значит, многие приверженцы вот этой советской старой версии и, значит, приверженцы этого сообщения о комиссии Бурденко, значит, предъявляют вот такой упрек, что вот и говорят, что считают это вот таким признаком недостоверности этой записки. Тем не менее, значит, ну, Шелепин использовал тот термин, который был актуальным в 59-м году, название партии КПСС, но имел в виду именно решение верховной власти, верховного партийного органа от 5-го марта 40-го года. Это есть в тексте этой записки. Эта записка важна еще также и потому, что там перечислены вот эти отдельные группы, про которые я говорил. То есть вот военнопленные, расстрелянные в Катынском лесу, как мы знаем, это узники Козельского лагеря, военнопленные Осташковского лагеря, Старобельского лагеря и заключенные тюремы. И названо их число. Ну, а, собственно, цель записки было получить разрешение на уничтожение их личных дел, которые вплоть до этого времени, эти личные персональные дела всех расстрелянных хранились в КГБ. Значит, их предлагалось уничтожить из-за опасения, что, вот дальше цитата, что какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации, проведенной операции со всеми нежелательными для нашего государства последствиями. Ну, если, значит, я уже сказал про то, что вот эта версия, так сказать, упрямо, упорно, значит, советскую версию продолжали ее держаться и пытаться ее как-то внедрять. Советский Союз признал свою ответственность, свою вину в расстреле польских военнопленных только спустя, ну, почти, спустя полвека после расстрела. 13 апреля 90-го года было опубликовано официальное заявление ТАСС о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. То есть, даже в этом тексте, так сказать, постарались избежать, значит, названия этого ведомства, этой аббревиатуры, НКВД, да, вместо этого сказали Берия, Меркулов и их подручные. Но при этом сами злодеяния квалифицировались в этом тексте заявления как одно из тяжких преступлений сталинизма. И тогда же президент СССР Горбачев в тот же день передал президенту Польши Ярузельскому копии списков расстрелянных польских военнопленных. Формально это были списки предписаний об отправке из лагерей из Козельского Ясташковского лагеря в управление НКВД по Смоленской и Калининской области и список учетных дел убывших военнопленных Старобильского лагеря. Некоторые другие документы. Вот это был такой ну, самый главный перелом в истории Катынского дела. То есть вот можно говорить, что формально это было значит, окончание вот того, что мы называем Катынской ложью. утверждение о том, что польские граждане расстреляли немцы. В том же году были значит, возбуждены уголовные дела и в Харькове, и в Калинине по значит, факту обнаружения захоронений и судьбы польских военнопленных. Вскоре эти дела в сентябре 1990 года были переданы в главную военную прокуратуру в Москве, которая возбудила значит, Катынское дело, дело по расследованию Катынского преступления. Значит, вот эти дела из Харькова и Калинина были объединены и приняты к производству под номером 159. Была образована следственная группа во главе с Александром Владимировичем Тритецким, прокурором главной военной прокуратуры. Первые же годы этого расследования с 1990 по 1994 год, в общем, эта следственная группа Тритецкий и сменивший его в 1992 году другой военный прокурор Анатолий Яблоков, они добились очень существенных результатов в этом расследовании. Самым существенным было то, что они установили места расстрела и места захоронения военнопленных Осташковского и Старобельского лагерей. Значит, тут, если немножко вернуться назад, то надо сказать, что немцы, когда объявили об обнаружении захоронений в Катынском лесу, то они, я уж не знаю, сгоряча, но как-то еще до проведения всех раскопок, которые проводились ими, немцами, ну, конечно, при участии этой технической комиссии польского креста, но еще в самом начале они объявили, что там лежат расстрелянные органами ГПУ 10 до 12 тысяч польских военнопленных. К окончанию этой эксгумации оказалось, что, значит, сильно они не добирают до этого числа, что вот всего лишь 4200 с лишним человек удалось установить, плюс вот эта самая одна восьмая яма, в которой там по оценкам около 200 человек были захоронены. Значит, немножко парадоксально то, что комиссия Бурденко, задачей которой было скинуть всю вину на немцев, она, в общем, очень охотно подхватила вот это число и тоже объявила, что в Катынском лесу немцы, значит, казнили свыше 10 тысяч польских военнопленных. Ну и так сказать цель в общем представляется очевидной этого, то есть хотели как бы уже свести, что все три лагеря лежат там в Катынском лесу и всех расстреляли немцы. Ну вот это и оставалось таким, так сказать, вопросом, были разные предположения и вот эта следственная группа главной военной прокуратуры сумела очень быстро установить, что военнопленные расстрелянные военнопленные Осташковского лагеря захоронены в Медном, недалеко от Калинина расстрелянные военнопленные Старобельского лагеря захоронены на окраине Харькова. Это может быть один из самых главных результатов этого расследования. Но были и другие очень важные результаты. Значит, эта следственная группа сумела найти свидетелей и даже участников той расстрельной операции НКВД тех, кто был еще жив к 91-му году, к 92-му году и их допросить. Значит, в частности они сумели найти очень важного свидетеля, а именно начальника, бывшего в 40-м году начальником управления НКВД по Калининской области. То есть того управления НКВД, которое и расстреливало пленников Осташковского лагеря, вот тем, жертвам, той группе жертв, которой посвящена наша книга, которую мы очень надеемся издать в этом году. Значит, этим начальником управления НКВД был генерал к тому времени уже давно в отставке, генерал КГБ Дмитрий Степанович Токарев, значит, несмотря на всякие препятствия со стороны КГБ, эти следователи, ну, конкретно Яблоков, сумел, значит, его, с ним встретиться, к нему приехать, его допросить. Токарев, да, очень пространные показания, очень содержательные, которые, так сказать, сильно обогатили все знания о проведении этой расстрельной операции, как она проводилась, о всех механизмах, и, значит, многие вопросы он прояснил. Хотя, конечно, несомненно, и сам был ее участником. Правда, когда давал свои показания, то он, как бы, преследовал главная цель, при этом его была, значит, показать, что он сам к этой операции был непричастен. Но, тем не менее, значит, то, что он сообщил, оказалось очень важным. Но были найдены и другие свидетели, которых главная военная прокуратура допросила. В частности, значит, благодаря, они нашли некоторых из тех свидетелей, кто давал показания этой самой следственной группе НКВД, НКГБ, которая в 43-м году приехала туда, значит, в Смоленске, в Катынь, для того, чтобы подготовить эти самые сфальсифицированные, сфабрикованные доказательства для комиссии Бурденко. В 43-м году. Они готовили тогда. Так вот, значит, вот сумели вот Тритецкий, Яблоков и там их коллеги, ну, благодаря еще и помощи и содействию одного из действовавших тогда, значит, сотрудников КГБ в Смоленской области Олега Закирова, значит, они сумели разыскать и сумели как бы раскрыть весь механизм той самой фальсификации, которая лежит в основе сообщения комиссии Бурденко. Тоже очень важное достижение, очень важное достижение этой следственной группы. Значит, после этого признания сообщения ТАСС, заявления ТАСС от 90-го года, следующий шаг это обнародование вот этих документов, которые я тут показываю, то есть записки Берии, постановочные записки Берии Сталину в ЦК, которая стала частью решения Политбюро, само решение Политбюро, это записка Шелепина. Очень важная, сейчас скажу, значит, почему она важна. Вот они были обнародованы в 92-м году, и, значит, мы получили, весь мир увидел вот эти документальные доказательства, что расстрел польских военнопленных и заключенных был проведен по решению верховной власти страны, верховной власти СССР, и что вот это было проведено, исходя из того, что все эти военнопленные и заключенные являются закоренелыми неисправимыми врагами советской власти. Ну, вот такая как бы вот общая сведения о Катынском преступлении, а сейчас, значит, давайте вернемся уже к самому Медному, который, ну, вот и является предметом, главным, основным предметом нашей книги, готовящейся к зданию. Значит, если, вот я сказал, что Медное это кладбище, когда мы говорим про Медное, это вот то кладбище. Примерное расположение этого места захоронения, захоронения расстрелянных военнопленных из Осташковского лагеря, описал как раз Токарев, начальник, бывший начальник управления НКВД в марте 91-го года. Значит, Токарев, кстати, не только это место указал, не только рассказал всякие детали про то, как этот расстрел проходил прямо в самом здании управления НКВД, но я не буду сейчас про это рассказывать, это публиковалось уже много раз, но в частности Токарев очень уверенно назвал значит, число расстрелянных военнопленных и утверждал, что оно точное 6295 человек. Ну вот в связи с этой важностью его показаний хочу сказать, что вот официальные протоколы и предварительного и основного допроса Токарева, а также расшифровка фонограммы этого допроса, которая значительно более объемная по сравнению с официальным бумажным протоколом, вот все это будет опубликовано в нашей книге памяти, ну в дополнении к этой книге памяти. А через несколько месяцев после допроса Токарева более точное место погребения расстрелянных пленников из Осташковского лагеря указали уже прямо сотрудники этого управления КГБ по Калининской области тогда. И эти захоронения были обнаружены и вскрыты в августе 1991 года в результате следственных действий Советской главной военной прокуратуры. Эта эксгумация была проведена при участии польских специалистов на территории дачного участка управления КГБ и управления МВД по Калининской области. То есть вот на этом самом полигоне, где захоранивали еще в 30-е годы расстрелянных советских граждан, где в 40-м году захоронили расстрелянных польских военнопленных, там был устроен этот дачный поселок. Ну, впрочем, дача самого Токарева, она уже тогда в 40-м году находилась рядом. Он сам про это сказал в своих показаниях. Значит, про эту эксгумацию 1991 года, хотя она была тогда только частичной, скажем, в отличие от немецкой эксгумации. Ну, немецкой я условно называю, понятно, что она немецкая, но физически она проводилась силами польской технической комиссии польского Красного Креста. Почему, значит, там, значит, поляки так настаивали на этом прилагательном техническая комиссия? Ну, скажу, потому что немцы тогда всеми силами старались вовлечь поляков вот во всю эту свою пропагандистскую уже операцию. Потому что, конечно, у немцев главный стимул и главный повод, для которого они, значит, затеяли все это, это было использовать вот этот факт, обнаруженный ими, объявленный всюду ими, для внесения раскола, значит, в коалицию союзников, которые воевали против Германии. Внесение раскола между Советским Союзом и союзниками. Для этого им очень важно было, значит, привлечь также вот какой-то представителей польского общества, числе не единственной, ну, одной из двух таких общественных организаций, которую немцы в оккупированной Польше оставили, не упразднили, был польский Красный Крест. И они, значит, всячески добивались от польского Красного Креста, чтобы он, значит, принял участие совершенно официально в этой эксгумации, подписывал все их, значит, сообщения и протоколы, а польский Красный Крест, понимая, что, значит, цель именно пропагандистская, всячески, значит, ну, сумел от этого отказаться, сумел не пойти на это предложение, но при этом считал себя не в праве уклониться именно от самих работ по извлечению останков, по их опознанию, и поэтому, значит, та комиссия, которая там работала, польского Красного Креста, она именовалась технической комиссией польского Красного Креста, а правление польского Красного Креста тогда, в 43-м году, наотрез отказалось подписывать какие-либо немецкие, значит, официальные сообщения и заявления. Да, значит, вот, в отличие от той эксгумации, которая в Катынском лесу была в 43-м году, вот эта эксгумация, а там она была, ну, можно сказать, почти полная, ну, вот я уже сказал, что осталась из этих восьми обширных могильных ям, одна неисследованная, она была обнаружена, но, значит, уже не успевали ее, не успевали из нее поднять все останки. Но можно считать, что там, скажем, на 95% можно считать эту эксгумацию полной. Так вот, эта эксгумация в Медном, эксгумация, которая была как официальное следственное действие главной военной прокуратуры в 91-м году, она была лишь частичной. Вот из одного, в одном раскопе, который вот указали местные чекисты, сотрудники КГБ на то место, был, значит, такой обширный раскоп, в нем были обнаружены четыре могильных ямы в пределах этого большого раскопа. Из этих четырех могильных ям в августе 91-го года была полностью исследована только одна и еще одна до половины. Но оказалось, что даже и было ясно, что там на этой территории рядом еще много других ям должно быть. Но даже вот эта частичная эксгумация, значит, материалы, которые все зафиксированы в виде протокола официального эксгумации 91-го, официального протокола главной военной прокуратуры. И этот протокол тоже будет публиковаться вот в той дополнительной части к нашей книге памяти. Эти материалы позволили в процессуальном порядке совершенно достоверно установить, значит, основные факты, что на этом участке погребены польские граждане, в большинстве своем полицейские, что эти польские полицейские содержались с осени 1939-го года в Осташковском лагере НКВД СССР для военнопленных и были расстреляны весной 1940-го года. Вот, значит, различные артефакты, кроме останков, которые были извлечены из этого захоронения, позволили сделать вот такие выводы, что это действительно полицейские, что это Осташковский лагерь и что время расстрела весна 1940-го года. Ну, и надо сказать, что, конечно, обнаружение этих захоронений осташковских пленников там, в Медном, что, ну, это был окончательный как бы удар, убийственный удар в эту самую советскую живую версию о том, что пленные, польские пленные были расстреляны, убиты немцами. разница между этими местами состояла в том, что Катынский лес и Смоленск там на протяжении почти двух лет были под германской оккупацией и, собственно, это и использовала советская версия, утверждая, что вот осенью 1941-го года там были расстреляны эти пленные. А Медная под германской оккупацией практически не находилась совсем. Почему я эту оговорку практически? Потому что в течение нескольких дней в октябре 1941-го года, с 16-го по 21-го октября, немецкие войска проходили в боях ожесточенных через это село. Значит, 13-го октября, по-моему, если я не ошибаюсь, немцы захватили Калинин и потом попробовали сделать с такой довольно авантюрный с военной точки зрения выпад, значит, чтобы захватить Торжок на пути дальше к Новгороду и в общем направлении на Ленинград. И, значит, этот эпизод, эта попытка немецкого прорыва, она в военной истории называется, значит, ликвидацией Марьинского прорыва. Марьино это следующее село, там, в пяти километрах еще от Медного уже по направлению к Торжку. То есть, вот такая группировка пыталась захватить Торжок, у нее это не получилось, в течение пяти дней были бои, во время которых Медное переходило из рук в руки, и в конце концов эта группировка там была, значит, уничтожена и отброшена все же. Вот. Ну, и понятно, что в ходе этих боев никакой возможности при этом еще параллельно с этими ожесточенными боями заниматься ликвидацией польских военнопленных у них не было, у немцев. Ну, к тому же, значит, есть еще там не совсем ясное такое обстоятельство, что на самом деле место захоронения оно на другом берегу реки Тверцы, само село находится на южном берегу Тверцы, а, значит, этот дачный поселок и место захоронения на северном берегу, вот вроде бы там на северном берегу немцы вообще, немцев там вообще не было. Ну, и понятно, что, значит, раз так, то вся эта версия комиссии Бурденко, ну, которую, так сказать, можно, которая, которая опровергается, и даже если рассматривать столько захоронения Котенские, то она, так сказать, опровергается, но вот тут нахождение вот этих могил в Медном, где немцев, ну, в том месте их не было, где они не имели никакой возможности провести такую операцию, что это, значит, убийственный удар по всей этой советской версии, и в этой ситуации последователям этой советской версии, а они есть, и они, значит, довольно шумные, и недалее, как три дня назад они опубликовали, значит, очередное свое воззвание, открытое письмо президенту Путину с призывом отказаться от того опрометчивого признания в совершении Котенского преступления, сделанного, как они там пишут, на рубеже 80-х и 90-х годов. Ну, вот, значит, для того, чтобы по-прежнему как бы спасать сообщение комиссии Бурденко, у них единственный выход оставался объявить, что в этих захоронениях в Медном вовсе не лежат польские военнопленные. А кто же там лежит? Ну, вот они утверждают, разные, значит, авторы и разные спикеры выступающие, что на самом деле, дескать, это вовсе не польские военнопленные, а красноармейцы, погибшие в боях с немцами вот во время, тогда, в октябре 41-го года, а также раненые красноармейцы, которые умерли в госпиталях, дислоцированных в самом Медном позже, уже в 42-43-м годах, что вот они там захоронены, это их захоронение, а вовсе никакие, а вовсе никакие не польские военнопленные. Ну, там у разных из этих, я их называю, вот этих приверженцев этой версии, я их называю отрицателями, у разных отрицателей есть какие-то нюансы, значит, в их версии, но во всяком случае, значит, самое главное, это как бы внедрить мысль, что польских военнопленных там нет, что эти военнопленные осташковские, что они должны быть расстреляны там в Катыни и что это все сделали немцы. И, конечно, вот, значит, такие выступления и такие утверждения, они возможны только в ситуации, когда результаты той самой эксгумации 91-го года, они фактически неизвестны у нас в стране, почти ничего не было опубликовано. Ну, то есть, краткое изложение этой эксгумации буквально на полстранички имеется в книге, Катынский синдром в советско-польских, российско-польских отношениях, а, значит, конкретные предметные результаты, а что же было из этих захоронений в ходе той эксгумации извлечено, там нету. Ну, вот, собственно, вот эти приверженцы советской версии и пользуются, и поэтому мы и считаем, что так важно опубликовать конкретные предметные материалы вот эксгумации 91-го года и следующая эксгумация, которая в Медном была проведена в 95-м году, она уже не имела статуса следственных действий, процессуальных следственных действий главной военной прокуратуры, она была проведена, значит, польской стороной в порядке подготовки всех данных необходимых для проектирования мемориального кладбища, там в Медном, того мемориального кладбища, возведение которого было предусмотрено, стало предусмотрено советско-польским соглашением, российско-польским соглашением, извините, 94-го года, и это эксгумация 95-го года, значит, главная задача, которой оставилась, обнаружение всех могильных ям и подготовка всей документации для проектирования вот этого мемориального кладбища, но в общем в ходе этой эксгумации 95-го года, ну, я сказал, что она была проведена силами, значит, польской стороной, но, значит, по специальному соглашению российско-польскому и при помощи технической с нашей российской стороны, то есть там экскаватор, которым копали был наш российский и, значит, солдат, которых туда направили для, собственно, всех этих земляных работ, это тоже были наши военнослужащие российской армии, как, впрочем, и в 91-м году они, эти солдаты, этим там и занимались, под руководством вот следователей и других специалистов. значит, и вот это значительно более полная эксгумация, она позволила установить все могильные ямы на этой территории, их оказалось 23, и это число могильных ям, оно очень хорошо соответствует известному уже из архивных документов числу этапов, отправленных в апреле-мая 43-го, 40-го года из-за Сташковского лагеря в управление НКВД по Калининской области, которое производило эти расстрелы. Значит, могу так уже дальше сказать, что не просто даже числа совпадают этих могильных ям, а благодаря извлеченным из этих могильных ям артефактам удалось установить имена и фамилии некоторых военнопленных, кто погребен в этих ямах, установить их чисто на основании тех артефактов, бумаг, которые были подняты из этих ям. Ну, тут таких людей оказалось 44 человека. То есть, про 44 человека мы можем, значит, их имена и фамилии известны и сказать достоверно, совершенно, что они лежат вот в этих могильных ямах. Ну, тут вы сразу, наверное, видите вот то разительное как бы различие между результатом вот такого поименного установления в Катынском лесу, где поименно установлены 2733 человека, а тут всего 44. Но на самом деле важен сам факт, что вот эти установленные без привлечения архивных документов, вот установленные персональные данные, личные данные, и, значит, доказано то, что эти люди лежат в этих ямах, вот их личные данные всех 44 человек за исключением одного, они значатся в тех самых списках предписаниях об отправке из Осташковского лагеря в управление НКВД по Калининской области. Значит, сейчас я скажу, почему это так важно. Значит, если говорить еще, ну, кратко подвести итоги вот этих эксгумационных работ 95-го года, а эти материалы мы тоже опубликуем впервые, потому что они даже в Польше никогда не публиковались. Вот отчет об эксгумации 95-го года, в России он вообще неизвестен, даже упоминаний про него нигде нету, а в Польше, значит, он практически вообще не публиковался и тоже неизвестен. Значит, вот были установлены все могильные ямы. Так, слушайте, я, значит, очень долго говорю, а тут можно и показать. Сейчас я попробую, вот, значит, вот как проходили эти эксгумации. Ну, вот, к сожалению, значит, вот основным инструментом был тот самый экскаватор при раскопках. Вот, видите, вот тут в центре этой могильной ямы виден руководитель следственной группы Александр Владимирович Третьевский. Вот он же и с еще одним членом следственной группы здесь справа, а в центре вот приехавший туда на эту эксгумацию заместитель генерального, тогдашний заместитель генерального прокурора Польши. Вот, видите, вот этот самый большой раскоп, причем, обратите внимание на то, как земля окрасилась вот в этот самый синий цвет там. Это краситель польских полицейских шинелей, темно-синих шинелей, которые, собственно, при поисках этих ям и при всяких пробных зондировочных бурениях, он и являлся, значит, критерием того, что вот здесь может быть захоронение. Если этот бур вытаскивали и там, значит, в этой колонке породы земли оказывалась земля окрашенной в синий цвет, то это был признак того, что там захоронение есть. Вот это, значит, краситель от полицейских шинелей польских. Вот как эти работы проходили. Причем, значит, там это, конечно, тяжелая подробность, но, скажем, в отличие от эсгумации в Катыни в 43-м году, где удавалось, установить, что вот эти персональные, вот в кармане у этого человека, вот трупы вытаскивали, и удавалось отдельные трупы, как правило, все. Значит, тут уже отдельные трупы, которые можно было бы приписать конкретному человеку, удавалось очень редко. Просто прошло 50 лет, и разложение этих тканей человеческих очень сильно продвинулось. И в большинстве этих могильных ям вот эти, значит, останки образовали вот некоторую такую массу вот продукты разложения мягких тканей, костные останки, кости, черепа с этими самыми дырками от огнестрельного, от огнестрельных повреждений, ранений, и в этой же массе и, значит, одежда, элементы одежды, но из карманов бумаги какие-то удавалось достать, и, значит, и некоторые из этих бумаг удавалось прочитать. Там, видите, сапоги, ну, вот видите, вот эти самые, ну, вот говорю, что, значит, в очень редких случаях удавалось выделить тело прямо одного отдельного человека. Вот эти черепа с огнестрельными ранениями, вот так работают эти эксперты тогда. Ну, вот примеры некоторых бумаг, бумаги, скажем, письма от семей, от жен, которые из карманов удавалось добыть. Газеты, которые в лагере, в Осташковском лагере, значит, им давали, распространяли на этих газетах вот эти характерные даты. Самая поздняя дата на газете, которая была извлечена из этих могильных ям, 7 мая 40-го года, более поздних дат не было. Так, тут видите, вот адрес, ну, тут, значит, на самом деле адрес получателя, вот верхние строки, здесь не виден, это снимок сделанный прямо на месте, но в Центральной криминалистической лаборатории польской полиции, позже, после того, как, значит, эту открытку почтовую там очистили и прочитали то ли в ультрафиолетовом, то ли в инфракрасном свете, то оказалось, что она адресована вот одному из пленников, которого, значит, зовут Тадеуш Джевский, и вот от его сестры из города Золочево, которая, значит, проживала на Тарнопольской улице в этом самом городе Золочеве. Там визитные карточки, видите, вот несколько визитных карточек, значит, на имя Михаил Кондерский, значит, раз их несколько, то, значит, просто владелец их и держал у себя. Если была всего одна, то это не было бы основанием для того, чтобы утверждать, что этот человек действительно захоронен в этой яме. А раз их и таких случаев несколько, еще других, там, скажем, 38 сразу визитных карточек на имя одного человека, Франциска Адамского, были обнаружены. Правда, эти карточки, значит, видно было, что эти военнопленные их использовали, их переделали в игральные карты, на них там масти эти самые нарисованы, знаете, там пики, черви и так далее. Вот. Но фамилия сохранилась, 38, то есть, держал их при себе. вот еще там один пример вот такого письма. Вот конверт, на котором прямо сразу удалось прочитать, значит, кому он адресован. Пшарадовский имя, не помню, кажется, Станислав. То есть, человек держал письмо, которое ему жена написала в Осташков при себе и вместе с ним и был похоронен. Вот полицейские, служебные учетные знаки, номерные. К сожалению, большинство из них так до сих пор польским историкам и не удалось расшифровать, значит, кому они принадлежат поименно, но все же для некоторой группы это удалось сделать. Ну, пуговицы форменные, отформенные одежды с польскими там орлами. А, вот один единственный воинский опознавательный жетон, вот где четко видна фамилия, Станислав Вандеркоген. Это был офицер, а не полицейский, врач, военный врач, который в сентябре 1939 года был начальником военно-полевого госпиталя номер 702 и вместе со всем госпиталем был взят в плен, и поскольку он был офицер, военнослужащий, то у него, значит, был этот опознавательный жетон. Вот опознавательный жетон, который уже является доказательством, что этот человек там действительно лежит. Вот это единственный такой случай. Всякие поделки, видите, вот деревянный такой портсигар, где вырезано слово Осташков, там, дата 10 апреля 40-го года. Вот еще один конверт, где тоже четко видна фамилия и имя отчества военнопленного получателя. Видите, Калининская область, город Осташков, фамилия Сова, Ян Блажеевич, почтовый ящик 37. Этот почтовый ящик был официально присвоен именно лагерю. И, значит, он повторяется во многих документах. Ну и, собственно, про присвоение этого номера есть архивные документы. Вот видите, вот эти могильные ямы, вот как они были очерчены в 95-м году, уже после, так сказать, ну, вот те останки, которые были из них подняты, они были, видно на предыдущем, их в этих специальных мешках, в общем, обратно укладывали в те же ямы, и так их там и оставили. Вот так это проходило. Вот, значит, слева тут предварительная карта этих самых захоронений перед началом работ 95-го года, значит, построена по результатам зондировочного бурения, частой сетки, а справа окончательная карта вот этих могильных ям уже по результатам эксгумации 95-го года, вот этих 23-х могильных ям. Значит, почему так важно вот то, на что я тут несколько раз уже обращал внимание, на возможность вот установления личностей тех, кто был захоронен в этих ямах. Это связано, и почему вообще для нас так важно вот издавать эти книги памяти с поименными списками жертв и с биографическими справками этих людей. Значит, во многом это связано с официальной российской позицией по Катынскому делу. Значит, эта позиция заключается с одной стороны в признании совершения Катынского преступления органами НКВД Советским Союзом. В признании того, что жертвами пали вот многие тысячи польских граждан. Но одновременно наши российские государственные органы наотрез отказываются признавать жертвы этого преступления кого-либо из военнопленных, кто назван по имени и фамилии. Значит, это стало нам известно уже довольно давно, примерно в 2005 году, что вот заявления, которые родственники направляют в главную военную прокуратуру с просьбами о реабилитации своего близкого в порядке действующего российского закона о реабилитации, что эти заявления встречаются с отказом главной военной прокуратуры. Мемориал тоже подавал такие заявления на некоторую группу поименно названных пленников из Козельского и Осташковского лагеря и тоже получал такие отказы. Значит, это длилось довольно долго. Мы пытались оспорить вот эти отказы главной военной прокуратуры в судах. Позиция главной военной прокуратуры значит, поначалу была просто, что, значит, отказ в реабилитации. мы на это писали им ответ, что, значит, вы обязаны провести всю процедуру и проверить все документы, на которые мы ссылаемся, которые, по нашему мнению, являются основанием для реабилитации вот по действующему до сих пор российскому закону. Значит, там на это следовали разные отписки и в конечном счете прокуратура благодаря вот этой переписке с нами она сформулировала свою позицию. Потому что дальше мы говорили, если вы отказываете в реабилитации, то по закону вы обязаны эти свои отказы направить в суд, чтобы суд дальше их как бы рассмотрел и утвердил. То есть нам было важно добиться рассмотрения по существу этих документов. А главная военная прокуратура всячески значит старалась избежать именно рассмотрения этих документов по существу и формулировка окончательная ее была такая, что поскольку значит документы, в которых говорится о расстреле вот конкретно названных поименно военнопленных таких документов нету, то они даже не имеют возможности вообще приступить к той процедуре, которой их закон обязывает. Процедуре проверки всех этих документов. Так что значит они не выносят решение об отказе и тем самым значит нечего им предъявлять значит требования, чтобы свой отказ отправили в суды, что они просто никакого решения не выносят, потому что документы не сохранились. Значит, а наша позиция, вот которую мы пытались отстаивать в судах, когда обжаловали вот эти ответы главной военной прокуратуры, ну сразу скажу, что значит потерпели поражение, это длилось там много, несколько лет, но суды всякий раз становились значит были солидарны с прокуратурой. Так вот, наша позиция такова, что действительно значит такой документ, что ни для одного военнопленного не сохранился документ, где были бы названы его имя и фамилия и было бы сказано, что он расстрелян или хотя бы приговорен к расстрелу. Действительно они сохранились. Почему не сохранились? Потому что значит в 59-м году были уничтожены по предложению Шелепина личные дела. Вот эти документы, постановление тройки, которое было назначено политбюро для вынесения этих решений о расстреле в 40-м году, эти постановления тройки были в составе этих личных дел, эти личные дела были уничтожены. Действительно, это так. Одного такого документа не существует. И на это все время в частности ссылаются вот эти приверженцы советской версии в своем обращении к Путину трехдневной давности. Что нету такого документа. Нет таких документов. Значит, наша позиция заключается в том, что да, действительно, эти личные дела были уничтожены, но другие документы сохранились. И эти другие документы, если их рассматривать в совокупности, в комплексе, не требовать, чтобы все было написано на одном листе бумаги, то они дают возможность доказать в случае каждого из этих военнопленных значащихся в тех самых предписаниях об отправке из лагеря в распоряжение управления НКВД, в случае каждого из них можно получить доказательство, выстроить доказательную цепочку, которая позволяет утверждать, что этот человек действительно был расстрелян в апреле или мае 1940 года в рамках той самой операции, которая проводилась по решению Политбюро. Значит, в чем тут трудность? Сейчас надо вернуться немножко в начало. Трудность в том, что советские документы, архивные документы, в которых вообще значит говорится о расстреле, в которых значится расстрел, а их всего три, это те документы, которые я показывал в самом начале. То есть записка Берии, решение Политбюро и записка Шелепина 1959 года. Вот, видите, вот их содержание вот здесь условно обозначено в виде этих самых звеньев цепочки. Вот, значит, постановочная записка Берии Сталину, решение Политбюро, записка Шелепину. Вот, значит, там указана политический мотив как закоренелых неисправимых врагов советской власти. Значит, указано, кто принял решение, Политбюро, да, в записке Шелепина дополнительно уточнено, группы названы, там, вот эти лагеря и заключенные тюремы. Значит, но нету, конечно, ни одной фамилии в этих трех документах. Значит, где есть фамилии? Фамилии есть в этих самых списках, предписаниях и некоторых других документах НГВД, выработанных вот тогда, в 1939-1940-1941 году. Но в тех документах, где названы фамилии, в частности, вот в списке предписания, это основной массив, он нам и обеспечивает комплект, то, что мы охватываем всех, весь состав жертв. Но там нету этого слова расстрел. И вот видите, вот на этой схеме видно, что вот в этой самой цепочке вот у нас есть разрыв между вот теми тремя документами, где речь о расстреле и теми документами, где есть персональные данные. Значит, как закрыть вот этот разрыв, эту лакуну? Вот единственный способ, это привлечение материалов эксгумации. И вот это звено недостающее, это и есть вот эти люди, кто был опознан на основании артефактов, извлеченных при эксгумации. Но возникает следующая трудность, что вот видите, вот в ходе этой эксгумации в медном были извлечены останки там 2358 человек. Ну, почему не 6300? Я, так сказать, не сказал, если надо, то скажу, почему, значит, эти зафиксированные числа останков меньше. Ну, кратко сразу же скажу, просто потому, что не все ямы исследовались, грубо говоря, до дна. Большинство ям, 15 ям, после обнаружения, их выявления в 1995 году, из них поднимали останки только из самого верхнего слоя. Они многослойные, там, бывают, знаете, и там по десятку слоев. Только из верхних слоев, но иногда из средних. До дна были исследованы, судя по материалам, этой эксгумации только 8 ям из 23, да и то, значит, не на всей поверхности. Ну, и потом, так сказать, вот эта сохранность останков, о которой я уже сказал, прошло 50 лет. В общем, в результате они, вот эти самые специальные жетончики, которые были заготовлены польским красным крестом в 1995 году, их установили только, значит, на черепах 1678 черепах, и плюс еще из одного, значит, захоронения была оценка, сколько там людей в этом захоронении находится, основанная, ну, грубо говоря, на обуви найденной, что там 437 человек. Вот в сумме эксгумации 1991 года вот получилась вот эта цифра, на опознанных всего 44 человека, то есть мы можем считать, что эти 44 человека действительно убиты, действительно лежат там в этом захоронении среди жертв Осташковского лагеря, и это обеспечивает нам связь с запиской Шелепина, и что эти люди значатся в списках предписаний, вот таким образом, значит, закрывается вот эта дыра в доказательной цепочке, она закрывается она только для этих 44, а точнее 43 опознанных, что делать значит, с другими пленными, а мы считаем, что и для них мы можем доказать, значит, для этого приходится ссылаться, и это самое трудное место в этой доказательной цепочке, ссылаться на общность судьбы и тех, кто был в ходе эксгумации опознан, чья личность была установлена, и тех, кто был неопознан, чтобы и найти документы, подтверждающие общность их судьбы, вот эти документы, подтверждающие общность судьбы, это и есть вот это самое маленькое колечко, которое тут, значит, позволяет неопознанных привязать к этой доказательной цепочке, значит, в чем состоит общность судьбы, во-первых, общность судьбы состоит в том, что эти опознанные 44, 43 человека, значатся в тех же самых списках предписаний, в которых и все остальные неопознанные, вот пример одного из списков предписаний, сразу скажу, что это тот список предписаний, в котором больше всего опознанных, вот видите, там крестиками сбоку, это есть те, кого удалось опознать на основании артефактов бумажных, извлеченных из захоронений, вот этот список предписаний на 100 человек, вот в нем есть 5 таких крестиков, значит, вот общность судьбы, что и одни и другие, и опознанные, и неопознанные, были вывезены из Осташковского лагеря в управление НКВД, значит, с другой стороны общность судьбы, что и одни и другие, и опознанные, и неопознанные, не вернулись к своим семьям никогда, неизвестен ни один случай, чтобы хоть кто-нибудь из этих военнопленных, значит, про исключение сейчас скажу, значит, есть исключение, чтобы хоть кто-нибудь из этих военнопленных объявился после войны в какое-либо другое время, и вот, значит, вот эта общность судьбы, вот она нам, она и является вот этим самым звеном, который позволяет сделать это утверждение про, что доказано, расстрел всех, не только опознанных, но не опознанных, расстрел их в ходе этой операции НКВД сорокового года. И поэтому вот так важно было установить вот этих опознанных, чтобы можно было к ним привязать. Ну вот, значит, вот все эти сорок четыре случая, да, я сказал про исключения, действительно, есть исключения некоторые, вот, значит, есть два с лишним десятка человек, кто значится в списках предписаниях НКВД, но кто не был расстрелен тогда в этой операции. Все эти люди значатся в других каких-то документах НКВД, в постановлениях, либо в постановлениях об исключении из-под расстрела, из этой операции. Тут долго рассказывать, как это получалось, но в общем некоторых снимали с этого, исключали из-под расстрела, уже когда они прошли тройку, решение по ним вынесено, списки на отправку на расстрел уже составлены, их в последний момент снимали, и эти документы к счастью сохранились, они есть. Дальше, в этих списках предписаниях есть 18 человек, кто просто умерли в лагере до того, как их отправили на расстрел, от болезней. В Осташковском лагере почему-то смертность от болезней в марте и в апреле была выше, чем в других лагерях. То есть, по ним решение уже принято, а они умерли, не были расстреляны. Ну, вот это, собственно, и есть те самые случаи, а все остальные, а все те другие, кто значатся в списках предписаниях, но на кого нету такого документа, они так никогда и не объявились у себя на родине в своих семьях. Ну, вот разбор всех этих случаев, это тоже, значит, содержание вот этой дополнительной части нашей книги памяти, и мы считаем очень важным это опубликовать. Ну, вот, значит, то, что я хотел сказать в качестве вот таких общих сведений, и я все сказал. Спасибо огромное. Я понимаю, что действительно заслуживает дурных аплодисментов. Мне, с одной стороны, я помню, что мы с вами договорились о более коротком времени, с другой стороны, было просто невозможно, по-моему, запресить ни одного абзаца из этого рассказа. Мы написали часть вопросов, которые задавали, я передала нечете, просто, чтобы мы могли вдвоем отвечать, но я могу сейчас их прочесть. Я сочетаю. А, сочетаю, хорошо. Но большая часть на самом деле этих вопросов, ну, большая часть, по крайней мере, так иначе потом разлучало, потому что вопросы некоторые писали в начале лекции, а потом Александр Гуныч на многие из них собственно по кругу и ответил. Ну, не на все, не на все. Здесь есть всякие, вещи, которые нуждаются еще в обсуждении, кстати, и в Сирии Смирном. Саша, спасибо. И хотя мне говорили, что я должен... Простите, пожалуйста, мне тут резонно сказали, что я забыла представить, что мы попросили дополнить, подбодрить Александра Емутовича, нашего коллега Никита Петрова, мемориал. Спасибо. И морально поддержать. Правда, сказали, что я должен оппонировать, но тот, собственно говоря, чему оппонировать? Есть вещи, к которым я тоже хотел привлечь некоторое внимание, о которых говорил Саша. Действительно, значит, это тоже будет не оппонирование, а скорее тоже задавание Саше вопросов с целью, чтобы эта тема получила гораздо, я бы сказал, более глубокое освещение. и плюс, я добавлю, конечно, те вопросы, зачитаю, которые прислали Саше. Ну, во-первых, Саша, спасибо, и многие говорят, что вот это число расстрелянных полицейских и пограничников, и охраны, оно составляет практически треть всего полицейского корпуса Польши. Может быть, это преувеличение? Да, это, значит, не так. Я скажу, значит, полицейский корпус Польши насчитывал примерно 35 тысяч человек к сентябрю 1939 года. Вот из них 5,5 тысяч оказались в Осташковском лагере и были расстреляны. То есть, фактически это одна седьмая часть? Да, так и есть. Значит, ну, еще какая-то часть была расстреляна тех, кто не попал в плен, а был арестован и оказался в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии, но я сейчас не готов сказать, какая там доля из этих 7305 человек, про которых сообщил Шелепин, какая доля среди них, какую долю среди них составляли полицейские, сейчас не знаю, не могу точно сказать, но думаю, что, значит, меньше половины вот тех 7 тысяч. Да, ну, это действительно интересно, потому что в таком случае те памятные мероприятия, которые проходят в Медном каждый год в первом числе сентября, на этих мероприятиях вполне уместно, естественно, и венки от Интерпола, потому что здесь речь идет о людях, которые были убиты, исходя из их профессиональных признаков, профессиональных занятий. Целенаправленной была акция убийств именно данной категории людей. Ну, значит, давайте я еще немножко расскажу, постараюсь коротко, про полицию, все же, как полиция там оказалась вообще в этом плену. Значит, дело в том, что полиция из западных польских воеводств в первые же дни нападения Германии была эвакуирована именно на восточные территории. И, скажем, вот в этой польской, вот одним из этих западных воеводств было селевское воеводство, которое в Польше пользовалось, значит, имело статус автономного, и полиция там была автономной. Вот если говорить о пропорциях вот жертв среди полиции селевского воеводства, то их оказалась в Осташкове половина. И половина этой полиции селевского воеводства действительно погибла. Значит, вот они оказались на этих восточных территориях, и после нашего советского вторжения, значит, они были захвачены вместе с той полицией, которая и работала, и служила на этих в территориях. Так что практически, значит, представители и служащие польской полиции со всей территории довоенной Польши оказались в этом Осташковском лагере. Ну, трудно, сейчас, значит, не готов точно сказать пропорцию, но во всяком случае она, эта пропорция была близка к половине наполовину. Так, качественно, если говорить. Понятно. Саша, рассказ о том, какую версию используют отрицатели советской вины за преступления, в частности, медным, и их аргумент относительно того, что там захоронены красноармейцы, умершие от ран или погибшие в боях, навело меня на очень интересную мысль. Эти отрицатели довольно, я бы сказал, хорошего мнения в кавычках о советской власти. Это значит, советская власть умерших красноармейцев и погибших в боях тайно хоронила, абсолютно никак не обозначая место захоронения, что, в общем-то, звучит даже как-то неожиданно и новое, как бы я сказал. Но, вместе с тем, и именно из, я бы сказал, кругов таких отрицателей исходят и некоторые записки и факты, которые я бы хотел, чтобы Саша прокомментировал. Вот первая записка. Вопрос касательно двух поляков, а именно Маловейского и Куликовского. Их медальоны и тела нашли примерно за тысячи километров от Медного. Значит, это ложь, что они лежат в Медном. Не может ли быть ложью то, что там захоронено 6200 поляков? Я сразу скажу, что не их тела нашли, нашли действительно два медальона. Вот относительно этого вопроса, я думаю, что это не важно. Значит, в 10-м, по-моему, и в 11-м годах археологи украинские и польские производили раскопки во Владимире Волынском, который, значит, до 1939 года входил в состав этого польского довоенного государства. Значит, раскопки, проводились раскопки захоронений, обнаруженных в древнем городище рядом с тюрьмой. Там в советское время, то есть, вот в эти самые неполных два года с 1939 по 1941 год, значит, в том здании, которое там стояло рядом с этим самым городищем, была тюрьма. И действительно, вот в 10-м, 11-м годах там были обнаружены захоронения расстрелянных людей. В ходе этих раскопок, значит, при раскапывании этих самых могильных ям, были обнаружены два польских служебных полицейских знака, вот похожих на те, которые я тут тоже показывал. Оказалось, что оба этих служебных полицейских знака, их номера, значит, соответствуют полиции Лодзинского воеводства. И один такой, есть замечательный польский историк Петр Завильский, директор Государственного архива города Лодзи, он сумел найти документацию польской полиции довоенной и определить, кому в сентябре, к сентябрю 39-го года принадлежали эти два найденных, значит, служебных полицейских знака. Это оказался Людвиг Маловейский и Станислав Кулиговский. И дальше оказалось, что оба эти человека значатся в списках предписаниях на отправку из Осташковского лагеря на расстрел в управление НКВД в Калининской области. Значит, когда это стало известно и было опубликовано, то отрицатели тут же заявили о том, что вот вся эта документация, которая, на основании которой мы утверждаем, что польские полицейские были в 1940 году расстреляны в Калинине, что она является поддельно сфабрикованной, потому что вот два человека из тех, кто там значится, лежат, на самом деле, значит, были расстреляны в 1941 году немцами во Владимире Волынском, а не в 1940 в Калинине. Значит, это такие утверждения, опять же, они были возможны благодаря тому, что, собственно, во-первых, сами обстоятельства обнаружения. Оказалось, что, значит, эти полицейские знаки обнаружены не в самом захоронении, и это сейчас уже опубликовано этими польскими археологами, а обнаружены в слое, который, как бы, в абрисе захоронения, но над слоем останков. Значит, на своем жаргоне эти польские археологи этот слой называют мусорный слой, потому что там в основном какая-то утварь поврежденная, какие-то миски, какие-то ложки, какие-то другие ненужные предметы, и вот среди них эти два полицейских знака. Они в том слое, где лежат останки. Ну, там про обстоятельства, про эти останки там, так сказать, отдельный еще разговор, потому что там есть некоторый спор между польскими и украинскими этими исследователями и археологами. Археологи украинские утверждают, что это расстрелянные жертвы советского террора, жертвы НКВД, расстрелянные НКВД. Польские археологи склоняются к тому, что это люди, которые были расстреляны немцами, что это просто евреи собранные там, расстрелянные немцами. И один из аргументов такой, что вот эти останки, которые там, ну, во всяком костные останки, сохранились, что там довольно много женских этих останков в этой могиле в обнимку со скелетами детей прямо, и что это как бы указывает на расстрелы целых семей. Во всяком случае, вот так. Но остается, оставалась необходимость как-то объяснить все же, как эти польские полицейские знаки там оказались. И, значит, благодаря, в общем, такой довольно счастливой случайности в архиве удалось найти документы, которые касаются в нашем архиве, здесь, в Москве, в Российском государственном военном архиве, документы НКВД, в которых значится вот тот самый Людвиг Маловейский. Вот самый важный документ, я здесь сейчас как раз я его заготовил и показываю. Что это такое? Это учетная карточка военнопленного. Значит, учетная карточка, которая была для него заведена в Шапетовском приемном пункте НКВД в 40-м значит, в 40-м году, там дата внизу, в 30-м да, в 39-м нет, тут написано 7 февраля 40-го года, вот карточка, карточка когда взят в плен. Значит, вот помните, я говорю про эти самые приемные пункты НКВД, куда Красная армия сдавала военнопленных, а НКВД их принимало и отправляло в стационарные лагеря. Вот карточка заведена, вот видно там на самом верху, на ее лицевой стороне, что вот там написано Шапетовский пункт. Дальше, в этой карточке написано, где он был взят в плен, а именно был взят в плен именно во Владимире Волынском, и дальше есть дата, когда он был отправлен, когда он прибыл, и откуда он прибыл в этот Шапетовский пункт. Значит, что там, 14-е октября из Владимира Волынского. Значит, это подтверждение того, что Людвиг Маловейский содержался там во Владимире Волынском, в этой самой тюрьме. Значит, объяснение такое, что он, что при обыске у него забрали этот самый, каким-то образом забрали этот служебный знак металлический, эту бляху, вот потом его отправили в Шапетовку, в Шапетовке он, кстати, угодил в больницу, потому что он вообще-то в плен попал раненым в сентябре 1939-го года. В этой больнице и, значит, о пребывании его в больнице тоже есть документы НКВД, что в Шапетовской больнице, скажем, по состоянию там на февраль 1940-го года он все еще находился в Шапетовской больнице, а потом уже перед, значит, этой расстрельной операцией центральный аппарат НКВД стал рассылать требования во все больницы, во все другие лагеря, что если какие-то из военнопленных подлежащих, вот из категории подлежащих вот этой операции находятся в больницах, то их нужно срочно доставить. Значит, если офицер, то в Козельский или в Старобельский лагерь, если полицейский, то в Осташковский лагерь. И таким образом, благодаря этим архивным документам, весь путь Маловейского удается проследить. Ну, для Кулиговского таких документов нету, но известно, что из этого Шепетовского пункта в Осташковский лагерь значит, в октябре 1939 года ушли два очень больших эшелона с интервалом в неделю. 900 человек с лишним в одном эшелоне и в другом эшелоне спустя неделю почти 900 человек. Значит, ну вот про Маловейского весь его путь из Шепетовки в Осташков прослеживается. Вот можно предположить, что Кулиговский тоже попал в один из этих эшелонов. Документации по именной этих эшелонов к сожалению нету. Есть только значит, акты приема этих двух эшелонов в Осташковский лагерь в октябре 1939 года. Ну вот так объясняется. То есть, во-первых, бляхи были эти служебные знаки были обнаружены не на останках и значит и как-то их к останкам привязать не удается. И во-вторых, значит, мы на основании документов НКВД прослеживаем путь одного из них и имеем обоснованную гипотезу относительно второго, что он тоже был значит, из Владимира Волынского попал в Шепетовку и потом из Шепетовки в Осташковский лагерь. Ну, по-моему, достаточно ясное объяснение и это очень важно. Есть еще такой вопрос, Саша. Есть юридически оформленные документы доказывающие, что поляков расстреляли НКВДшники? Ну, я от себя скажу, что вообще юридически оформленный документ это дело номер 159, которое вела прокуратура и, собственно, постановление прекращения этого дела. Это есть юридический документ. А что ты думаешь? Можно ли так отвечать? Ну, что да, но, конечно, вот есть эта проблема про, значит, поименное юридическое установление. Значит, от поименного юридического установления прокуратура, как я уже сказал, наотрез отказывается, а мы требуем, ну, мы добиваемся. Саша, здесь четко сказано, что поляков расстреляли НКВДшники. Здесь в данном случае уже дело не идет о поименном установлении. Да, ну, вот подтверждением являются вот все три документа, которые я показал, а также, значит, очень большое число уже конкретных документов НКВД по организации всей этой операции. Ну, в них, правда, нету слова расстрел. Слово расстрел есть только вот в этих трех документах, которые были показаны центрального уровня. Но, как я понимаю, у нас есть вопросы и к трем документам, по крайней мере, к одному из них я сейчас зачитаю. Почему три страницы записки Берии отпечатанные на машинке, шрифт которой больше не встречается в других документах НКВД? С четвертой страницы идет уже обычный НКВДшный шрифт. Почему не провести новую экспертизу? Ну, я сейчас от себя тоже, опять же, добавлю, не предупредляя и не предсказанных в ответ. Во-первых, как всегда, в таких вопросах есть уже утверждения, которые не соответствуют действительности. Здесь сказано, которые более не встречаются в других документах НКВД. Вот этот зад как раз совсем не установлен. Но то, что есть разница в машинке, это действительно установили эксперты. И здесь есть какое-то объяснение. Ну, объяснение такое, что это записка Берии, это, значит, видно и по другим признакам, она готовилась не один день и имела разные варианты. В последний момент в нее вносили изменения, связанные с тем, что центральный аппарат управления по делам военнопленных требовал от лагерей самые актуальные сведения статистические, сколько людей, каких званий у них содержится. И поэтому в тот документ, который был изначально в его первоначальную версию, вносили изменения, при этом перепечатывали не весь документ, а отдельные страницы на разных машинках. Там действительно есть проблема, что одна из этих машинок, значит, ее не удается идентифицировать с другими документами. Да, есть такая проблема. Но объясняется это так. Там, в частности, значит, с этим связана и проблема вот этого делопроизводственного номера, который как бы более ранее к более раннему более ранней дате вроде бы относится, но тоже находится объяснение этому несоответствию. Объяснение, значит, основанное на аналогии, что таких случаев, когда в делопроизводственный номер, который стоит на документе, значит, какой-то более ранний, чем дата, которая на окончательной версии, таких документов НКВД, поданных в политбюро, их, значит, есть еще другие примеры. Да, но я просто от себя скажу. Дело в том, что люди, которые высказывают подобные сомнения, они чаще всего выступают с позицией, ну, как же так невозможно, все же идеально в стране и вдруг так оформлены документы. То есть, они критикуют документы с точки зрения, что они-то знают, как надо готовить документы в ЦК, ВКПБ, а вот эти документы приготовлены не так. Значит, они неправильные, какие-то ложные или фальшивые. И это же как раз аргументация, о которой сейчас Саша сказал, с датой я могу напомнить, что, собственно говоря, было обнаружено даже теми самыми отрицательными. Они написали запрос в Центральный архив ФСБ с просьбой узнать, что номер записки Берия, который проставлен на этой записке, какой дате он соответствует и есть ли запись, ну, вот сейчас Саша покажет эту записку еще раз, и есть ли запись в журнале исходящих документов из НКВД, что могла это за записка была? И действительно интересно, записка зарегистрирована в журнале исходящих документов за 29, значит, числом помечено 29 февраля 40-го года, высокостный год. и Саша абсолютно точно сказал, что записки переделывались в силу того, что вносились, уточнялись данные, более того, я даже смею утверждать, что были несколько вариантов записок и до этого подготовленные, которые проходили, собственно говоря, обкатку, но, что самое интересное, выяснилось после изучения журнала, исходящей документации, и о чем официально Центральный архив Федеральной структуры безопасности уведомил людей, которые запрашивают. Там было сказано о рассмотрении дел военнопленных в особом порядке. Это фраза, которая обозначает тематику письма. О чем письмо? Но это и есть, собственно говоря, особый порядок, когда человек приговорится без решения суда, только по решению какой-то высшей инстанции. Слово особый порядок нам известно с 1937 года. Не буду долго объяснять, но это тогда, когда вообще не суд решал, а только Политбург решал судьбу каких-то конкретных лиц. Нет, там конкретно сказано. Без вызова обвиняемых, без предъявления обвинительного заключения. Нет, нет, нет. Это то, что ты сейчас говоришь, это закон от 1 декабря 1934 года, где описывалась процедура рассмотрения дел военной коллегии Верховного суда в упрощенном порядке. Но в сталинских расстрельных списках было, я бы сказал, два вида списков. В одном случае список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда, а в втором случае это называется просто список. И вот когда мы смотрим, вы можете посмотреть на нашем сайте эти списки, то мы видим замечательную вещь. Это значит, что есть на каждом из этих вариантов списков, есть подписи Сталина его ближайшего окружения. Но в одном случае, где список лиц, подлежащих суду, этот список ушел вместе с делами на военную коллегию или в выездную сессию военной коллегии, а в случае, когда он обозначен только как список, и в основном в этих списках были чекисты, он шел сразу на исполнение в комендатуре НКВД. То есть, даже здесь улику не нужно было хотя бы формально обозначить, что принято решение военной коллегии. И в НКТИНском деле вот это указание в журнале регистрации документов, что это письмо Берии за номером... Я тут показываю этот особый порядок, который в этой письме Берии, вот он, особый порядок. Рассмотреть в особом порядке. Да. С применением. И дальше сказано, что рассмотрение провести без вызова, без предъявления обвинительного заключения. Вот это... Да, но здесь опять же есть... Это в письме Берии и в решении Политбюро. Есть некоторые, я бы сказал, здесь... Нюансы. И нюансы очень важные. Потому что вот эта формальная сторона особый порядок рассмотрения безыменительных и прочее, она чаще всего использовалась, когда насудили военные коллеги. Потому что когда тройка, мы же прекрасно понимаем, тройка это заочный способ осуждения, тройка вообще подсудимых не видит. Тройка рассматривает только дела. Поэтому здесь изначально, почему и было, я бы сказал, нами утверждено здесь, Саше и мною, что были варианты письма, где, может быть, они еще думали о каком-то псевдосудебном порядке этого осуждения, но в конце концов пришли к выводу, что тройка, и они даже поменяли, я бы сказал, состав этой тройки, исключив из нее Берию и включив туда после Кабулова, который был первым заместителем Уберии, Кабулова, который в тот момент был начальником главного экономического управления. Ну и, разумеется, Баштакова, начальника первого спецотзема. Критики еще часто говорят, да, но ведь Баштаков был назначен на должность приказом НКВД только 5 марта 40-го года. Заметим, что назначение Баштакова было предрешено ранее, потому что решение секретариата ДРОПИ БОРГБРО ЦКБ назначения на должность, которое предшествовало всегда приказу, тоже датировано предыдущими числами. То есть, приказ 5 марта он уже был во исполнении принятого ранее партийного решения о назначении на эту должность, потому что она является номенклатурной. Так что, в данном случае никаких противоречий здесь уже нет. Теперь еще такой вопрос, довольно важный. который я сейчас еще и два вопроса остается, но еще один интересный, который мне Саша задавал накануне, он говорит, а вот ямы, обнаруженные в Медном, круглые. На самом деле, Саша, они не круглые, они округлые формы, и я вместо Саши позволю себе ответить на этот вопрос. Знаете, в чем отличие принципиальное, хотя мы не знаем этого наверняка относительно Катыни, но в Медном яма копала эскалатор комсомолец, и об этом тоже было рассказано между прочим, Токареву на допросе. Токарев очень много деталей рассказал таких, каких следователи сами никогда и не выдумали. И вот... И объяснил многие... Да, и объяснил многие вещи. Он, по крайней мере, указал на список лиц, которые были награждены за участие в расстреле в составе УНКВД по Каринской области, это 40 человек. И расстрел был самый масштабный, и число награжденных было больше, чем в Смоленске. По крайней мере, минимальное число награжденных было в Харькове, что тоже соответствует, как вы понимаете, по численности лагерей и по числу проведенных расстрелов. Но, помимо этого, есть еще вопрос, например, такой очень часто задаваемый. Есть ли связь между расстрелами Сыркового года и гибелью красноармейцев в 2020-2021 году, и что мы знаем об этих военнопленных и их количестве, я имею в виду, погибших в польском плену, видимо, автор имеет в виду? Ну, конечно, значит, я думаю, что вы все знаете, что вот есть такая попытка уже не со стороны отрицателей, а со стороны значит, тех, кто признает, что польских военнопленных в 40-м году расстреляли советские органы, попытка как бы объяснить этот расстрел и как бы его уравновесить и свести его, значит, понизить ранг этого злодеяния до некоторой, ну, такой, значит, оправданного возмездия за гибель красноармейцев в польском плену. Значит, это то, что, значит, условно называется таким коротким словом антикоты. Да, значит, есть такая, существует такая концепция, выдвинутая именно для того, чтобы, значит, как-то свести это самое котынское злодеяние вот к чему-то такому, ну, более рядовому, чтобы, вот, не столь вопиющему. Ну, что вот, значит, да, мы расстреляли, но ведь, значит, это было сделано в отместку за гибель красноармейцев. Значит, тут, во-первых, на это ответ такой. Ни одного упоминания в документах НКВД или в партийных каких-то документах в которых, вообще, значит, рассматривается проблема польских военнопленных 40-го года, ни одного намека на вот события 19-го, 20-го, 21-го года, когда красноармейцы попали в польский плен. Более того, значит, вот есть эти документы, где необходимость расстрела совершенно исчерпывающим образом, значит, обозначена вот в записке Берии, что как неисправимых врагов советской закореневых, неисправимых врагов советской власти. Но там еще в одном месте сказано, что вот они, значит, в случае освобождения, они немедленно, значит, займутся антисоветской деятельностью. Вот это и есть фактический, фактическое обоснование и фактическая причина этого расстрела. Значит, и привязывать ее к этим событиям 20-го года, ну, с моей точки зрения, это, так сказать, попытка вот такой подмены, подмены понятий. Значит, что касается польских военнопленных, то есть красноармейцев, попавших в плен во время польско-советской войны с 19-го 20-го года. Значит, известно, что их, значит, в плен попали около 157 тысяч человек, так утверждает профессор Матфеев, российский историк. Ну, польские историки говорят, что нет, меньше, 120 тысяч. Действительно, в этих лагерях, в польских лагерях для военнопленных условия были тяжелейшие и, прямо скажем, бедственные и эти условия вызвали очень высокую смертность среди этих военнопленных, среди военнопленных красноармейцев. Значит, спор существует между польскими и российскими историками относительно чисел. Сейчас скажу, польские историки утверждают, что в этих польских лагерях от болезней, недоедания, холода, значит, умерли от 16 до 18 тысяч красноармейцев. К тому моменту, когда, значит, начался обмен пленными и они стали возвращаться. Российские историки, тот же профессор Матфеев, сначала называли число, которое не сильно отличалось, но было больше, от 18 до 20 тысяч, а позже профессор Матфеев пришел к выводу, что все же в этих лагерях умерли от 25 до 28 тысяч красноармейцев. Принципиальное обстоятельство то, что эти бедственные условия содержания военнопленных не были устроены по решению каких-то высших польских властей, с целью умерщвления пленных красноармейцев. Хотя, с моей точки зрения, несомненно, польские администрации этих лагерей, польское военное министерство, в виде которого находились эти лагеря, они несут ответственность за эти условия и за эту столь высокую смертность красноармейцев. утверждение, что это было сделано специально, я решительно отвергаю и с моей точки зрения необходимо решительно отвергать эту увязку. И одно, и другое нам нужно исследовать и нам нужно знать правду и о той трагедии красноармейцев в польском плену и о злодеяне, катынском злодеянии, совершенном нашей страной, независимо без всякой увязки между ними. Сарас, спасибо, действительно, некоторые историки, и, кстати, это в учебниках, и в том числе и скандальные известных учебниках, написано о катынском преступлении как о ответном преступлении сталинизма. Это абсолютная беспомощность российско-исторической науки, которая не в состоянии понять мотивацию не только катынского преступления, но и предшествовавших ему крупных чисток и компаний Большого Террога, когда люди уничтожались по социально-классовому признаку, доктринально и, соответственно, по связям с зарубежьем, с заграницей, так называемой национальной операцией КВД. И катынский расстрел в этом контексте выглядит абсолютно точным продолжением сталинской репрессивной линии, но уже на тех территориях, которые Советский Союз захватил после секретных протоколов к пакту Молотова-Либбендрона. Но я еще хочу привлечь внимание к одной интересной теме. Саша говорил о массе западных областей три волны. Четыре. Четыре волны. С 41-м годом четыре. Да, но это с 41-м годом. Но самое интересное, что подтверждение этой особой, я бы сказал, линии сталинского руководства на подчеркивание осовечивания этих территорий и вхождение даже поляков, ведь все-таки поляки остались во Львове, поляки остались на этих западных землях, но те, какие надо поляки, классово нужные поляки. И я приведу один пример, который мне попался на глаза совсем недавно, я был поражен, что в полном январе 1941 года Оргбюро и секретаря ЦК БКПП принимают решение относительно необходимости издания детского ежемесячного журнала во Львове на польском языке тиражом 10 тысяч экземпляров. Значит, польские дети у нас еще там проживают. Сталин меняет отношение даже полякам, потому что осенью 1940 года уже ситуация такая, что тот расстрел, который был проведен весной 1940 года, он стал бы уже невозможным в силу того, что Сталин остался один на один с Гитлером в Европе. И начинается то, что называется идея о формировании польской бронетанковой дивизии. И часть польских генерал-коэффициров, о чем надо спросить Сашу, которые почему-то выжили, они уже в этом участвуют, в том числе и Андерс. Так сколько генералов и офицеров все-таки уцелели после весны 1940 года и были отведены или не включены в соответствующие списки предписаний Ну я думаю, что с Андерсом там некоторый особый случай очень который в общем-то связан с обстоятельствами его пленения. Он в сентябре 1939 года был взят в плен в ходе боя, в котором он был ранен в обе ноги. И после пленения он еще пару месяцев находился в госпитале во Львове, а потом из этого госпиталя, где эти его раненые ноги вовсе не зажили, его нельзя было отправить в лагерь, его отправили на Лубянку и там на Лубянке он и находился вплоть до августа 1941 года. Значит, вот про то, то есть он не попал в эти лагеря, подлежащие расстрелу. Значит, другие генералы тоже. Например, генерал Волковицкий, который находился, который был в Козельском лагере, но он попал в число вот этих 395 человек, о которых я упомянул, отведенных от расстрела. Я думаю, что Волковицкий уцелел из таких исторических соображений. Волковицкий до революции был российским офицером, он был флотским офицером, потом стал сухопутным генералом, а в 1905 году он был мичманом российского императорского флота, и он прославился своим героизмом во время русско-японской войны, в частности, на каком-то знаменитом совещании перед что ли, цусимским сражением, где адмирал поставил вопрос, что нам делать, сдаваться или воевать, то самый первый из офицеров, один из младших, этот мичман Волковицкий сказал, что, конечно же, воевать с японцами, так сказать, и он там числе даже не значится в этом самом романе Новикова прибоя про цусиму, вот Волковицкий по таким причинам, значит, вообще, вопрос о том, на каких основаниях были отведены от расстрела вот эти 395 военнопленных, он как бы трудный вопрос, и довольно тяжело ответить на него, опираясь на архивные документы, так, потому что там, значит, самая многочисленная группа из них, это были те, кого запрашивало немецкое посольство, о ком запрашивало немецкое посольство. Немецкое посольство немецким властям в Польше поступали обращения от семьи, ну, и поскольку, значит, семьи оказались как бы в их юрисдикции, то они отправляли эти запросы в свое московское посольство, и посольство направляла в наркомендел эти списки польских военнопленных, которых они просят выдворить, отпустить из страны, наркомендел в НКВД. И вот самая большая группа, почти полсотни человек, это были те, кого запрашивало немецкое посольство. Их не собирались освободить, но просто подход был такой, что раз немцы их просят, то значит они какую-то представляют ценность, а вдруг их можно будет на что-то обменять. Похожая группа, кого запрашивала литовская дипломатическая миссия в Москве, тоже другая группа, которая туда входит. Значит, люди которых, военнопленные, в которых было почему-то заинтересованы там разведывательные органы, там 3-й и 5-й отдел главного управления, разведывательные и контрразведывательные органы НКВД, 3-й и 5-й отделы главного управления госбезопасности НКВД. Ну и была среди этих 395 человек какая-то группа людей, которые, находясь в плену в этих лагерях, согласились сотрудничать. Их тоже отводили от расстрела. Значит, еще из других генералов, кто не был расстрелян, там генерал Пшиздецкий, но я не помню, значит, что в документах. Акулицкий был? Нет, Акулицкий вообще не был в плену, он был осужден, то есть его поймали во Львове, когда он перешел границу, чтобы возглавить уже в январе 41-го года, чтобы возглавить польское подполье, значит, во Львове и вообще во всей этой западной Украине. Был очень быстро, значит, арестован под чужой фамилией, то есть его не раскрыли. Арестован, осужден и отправлен в лагерь. Вот, так что он не был. Значит, еще из, ну вот еще, по-моему, два генерала, Пшиздецкий и, по-моему, Ярнушкевич. Но сейчас не готов, значит, отвечать на каких основаниях, то есть какие-то были на них расчеты. Ну и самый важный и интересный вопрос здесь задают. Почему немецкие патроны? Что стояло на вооружении НКВД? Ну, первая часть, почему немецкие патроны адресуют Саше, а про НКВД отвечу сам. Ну, относительно патронов важен. Саша, вот на тех двух эксгумациях, которые были в Медном, какие находили фасы и, собственно говоря, были ли найдены кули? Нет, пули были найдены. Значит, вот эти специалисты, как они называются, вот кто занимается исследованиями именно пуль, сейчас. Ну да, баллистические исследования. Значит, там есть даже, ну сейчас, не знаю, сумею найти, конкретное число, значит, найденных пуль, они оказались калибра 7,65. И этот калибр соответствует, значит, немецким пистолетам Вальтер. Дальше, значит, были проведены какие-то исследования, которые показывают вот эти следы на пулях от прохождения стволов. Как-то это тоже там есть специфические термины. И, значит, эти следы от прохождения стволов, они в точности соответствуют именно пистолетам Вальтер. И это была проблема, которая, собственно, началась даже не там в Медном, не при эксгумации в Медном, а в Катыни, где немцы при своей эксгумации, вот весной 43-го года, там, в марте, апреле, мая, вплоть до июня 43-го года находили тоже эти немецкие боеприпасы. И сначала, так сказать, были в некоторой растерянности, затем провели, значит, небольшое расследование, касающееся этих боеприпасов. И оказалось, что, значит, этот завод-производитель немецкий, который был установлен по, значит, маркировке на найденных стрелянных гильзах, что он подтвердил, что, да, значит, партии таких боеприпасов в 30-е, в ранние 30-е годы закупались Советским Союзом и были отправлены в СССР. Значит, ну, все равно вопрос оставался, и, собственно, это один из этих вопросов, который прояснил очень решительно сам Токарев, который рассказал про то, как к началу этой расстрельной операции в Калинин приехала группа, значит, высоких, с высокого уровня сотрудников НКВД во главе с комендантом Бухиным, о котором лучше расскажет. Никита, чем я. И Блохин, на которого все время Токарев указывал, что он-то и был, как бы, руководителем этой расстрельной операции в Калинине. Причем там в показаниях, там еще, значит, вместе с Блохиным приехал Синегубов, который по званию был выше. И вот это, значит, приводило Токарева в некоторое замешательство, потому что Синегубов по званию выше, а руководил, значит, Блохин. И Блохин привез из Москвы чемодан этих самых вальтеров, которые каждый вечер перед началом расстрела, потому что расстреливали ночью, вручал эти вальтеры исполнителям, в том числе из числа сотрудников, подчиненных самому Токареву. А наутро, после окончания расстрела очередного прибывшего этапа, собирал эти вальтеры. И вот, значит, такое подтверждение этой версии, подтверждение тому, что чекисты использовали немецкое оружие, окончательное подтверждение получено от Токарева. Тут надо сказать... Не от Токарева. Окончательное, это эксгумация. Да. Значит, тут надо сказать еще про одну особенность, что эта комиссия Бурденко, она тоже была в курсе того, что боеприпасы эти немецкие и пули немецкие. Но в своем сообщении эта комиссия Бурденко ни разу не сослалась на этот факт. Вообще не упомянула про то, что в этих захоронениях найдены немецкие пули. Ну, потому что немцы, то расследование, которое они провели в отношении вот этой фирмы Геншов в Германии, они его, так сказать, честно опубликовали в этой своей книге «Анклихосматериальсум массенмод фон Каттене». Оно было известно. И, по-видимому, так сказать, вот комиссия Бурденко, ну или те, кто для нее готовили все эти доказательства, они сочли, что этот аргумент уже заигран и не надо его использовать. И напоследок, что стояло на вооружении у НКВД? Это такой как бы каверсный вопрос, но на самом деле, если мы посмотрим, все документы 20-30-х годов о поощрении, награждении сотрудников ОГПУ, НКВД, почетным и именным оружием, мы помимо наганов увидим там, безусловно, и браунинги, и вальтеры, и многие-многие другие виды оружия, которые произведено было не в России и даже не в Советском Союзе. То есть на вооружении у сотрудников было и советское, и несоветское оружие. И это общий известный факт. Если мы посмотрим на протоколы в ходе большого террора обысков сотрудников НКВД, то мы удивимся, во-первых, у каждого практически арсенал, во-вторых, обязательно есть наградной либо вальтер, либо браунинг, по крайней мере, у тех, кто работал в охране. А группа Блохина и его спец, я бы сказал, задачи, это исполнение приговоров в исполнении, она включала и людей, и в том числе из Кремлевской охраны. Это была такая своего рода составная группа. Сам Блохин, как это удалось выяснить по документам, хранящихся в Гарфе, чистился в командировке. С 16 марта 1940 года, в другом приказе, правда, указано 19 марта 1940, до 23 мая 1940 года. И тот, кого Токарев вспоминает, как человека из группы Блохина, прибывшего вместе с ним, Антонов, он тоже числится в командировке с 16 марта 1940 года, по 23 мая 1940 года, в те же числа, что и Блохин. То есть расстрелы-то начались в начале апреля, но Блохин, и Антонов прибыли для того, чтобы все готовить. И это тоже очень подробно рассказано, показания Токарева, которые Саша... Были опубликованы. Да, ну и напоследок я еще одну вещь скажу. Вообще-то говоря, нам хорошо известны имена практически всех людей, принимавших участие в расстрелах в этих трех областях, и в Харьковской, и в Смоленской, и в Калининской, потому что был приказ о своих награждений, о котором впервые упоминал Токарев, и этот приказ был потом найден в архиве. Удалось установить судьбу этих людей. В приказе награждено 125 человек. Это конкретные исполнители с конкретными именами, биографиями, фотографиями. Мы это все здесь... Ну, я опубликовал это все в книге. «Неграждение за расстрелом». Люди, которые говорят до сих пор о немецкой вегине, вызывают у меня некоторые удивления и даже оторопи. Они не в состоянии назвать кто, как, а какие немцы эти сделают. Ведь за каждым расстрелом, за каждым преступлением стоят конкретные люди. Но Советский Союз после 1946 года, когда его обвинения провалились в Нюрнберге, палец о палец не ударил, чтобы найти хоть кого-то и указать, и сказать, вот да, вот эти немцы. То есть Советский Союз теряет всякий интерес к преступлению и ищут. Нацистских преступников ищут, ищут. Виновных в трагедии в Бабье Мире ищут, ищут. И находят, заметите. А здесь Советская власть проявляет полное отсутствие интереса и индиферентность. То есть получается, что, в общем-то, на самом деле, Советская власть прекрасно знала, кто расстрелял, и понимала, что эти вопросы вообще в публичное пространство лучше не вбрасывать и лучше не заниматься этими темами. Спасибо. А сейчас у меня история судьбой? Кого? У нас есть целая книжка, где все эти биографии, кто когда умер. Когда-то мы с Сашей на эту тему очень интересно разговаривали в середине 90-х годов. И Саша выдвинул такую идею. Он говорит, ну, главная военная прокуратура будет висеть дело до тех пор, пока последний из расстрельщиков не умрет. Сарамятников, который жил в Чугуеве, и его допрашивали там же по поводу расстрела Харьковского, он жил до 95-го года. Но про некоторые другие мы не знали. Вот мне удалось выяснить, что последний из тех, кто прикосновен к этому делу и был награжден в этом приказе, это работник учетно-архивного отдела, первого спецотдела НКВД, Баринов, он умер в 96-м году летом. То есть, в принципе, дело можно было уже тогда закрывать, потому что, Саша восказал предположение, ну, чтобы не обвинять кого-то конкретно или не наказывать, живых, дескать, не надо. Но дело еще после этого. Тянулось до 2004 года, 8 лет, пока, наконец, не было прекращено за смертью обвиняемых. Но наши главные обвиняемые, которые у них там и названы в этом заключении, это Берия, Меркулов, Кабулов и Баштаков далеко не дотянули даже до начала этого расследования. Значит, Берия, Меркулов и Кабулов расстреляны, и их прах покоится на Донском. Потому что они были расстреляны все по делу в 1953-м году. Баштаков благополучно умер в 1970-м году и тоже находится на Донском, но уже в одной из галерей Колумбарии. Так что, в принципе, у нас виновные давно умерли. Но прокуратура, тем не менее, тянула с окончанием этого дела, потому что все время не могла прийти к выводу, как же лучше квалифицировать, как же уйти от обвинений в военных преступлениях, как же лучше и кому предъявить эти обвинения, чтобы не предъявлять их ставить на и Политбюро. Это тема уже, конечно, отдельного и другого серьезного разговора относительно того, почему, собственно, прокуратура не могла назвать виновных тех членов Политбюро, которые санкционировали это преступление. Но это, как говорится, уже совершенно другая история. Спасибо большое, Никита. Спасибо большое, Александр Иванович. Мы вынуждены уже заканчивать. И хотя вопросов еще много и было много будет, на которые мы успели ответить, ну, многие ответы прозвучали. Но, если можно, я все-таки задам один вопрос. А какие были случаи обращения родственников за реабилитацию в российские органы, соответствующие, или не в польских родственников, как право бы ни было, и какие были формулировки ответов на эти запросы на реабилитацию? Ну, я знаю о нескольких таких случаях, сейчас фамилии не вспомню, которые, таких обращений, которые были сделаны к 2005 году, и на которые, значит, главная военная прокуратура отвечала просто отказом. Но это я уже сказал. Но без вообще какой-либо формулировки? Ну, нет дела, они писали. Да, ну, они писали, да, они ссылались на то, что там формулировки у них очень менялись. Потому что, значит, еще в 90-е годы они подтверждали сам факт расстрела. И дальше писали о том, что вот дело отсутствует, и поэтому, значит, установить там мотив не представляется возможным. Они, значит, говорят, что вот нету статьи, по которой эти люди обвинялись. Ну, что, так сказать, абсолютно не имеет никакого отношения к закону о реабилитации. Закон о реабилитации вовсе не требует, чтобы человек был официально осужден, чтобы была известна статья. Закон о реабилитации требует только установления самого факта применения репрессий. Вот, значит, ну вот, когда мы узнали про эти случаи и этих отказов, то вот мы тогда в 2005 году, вот это было примерно в то же самое время мы узнали про прекращение уголовного дела, расследование дела 159. Вот мы тогда, значит, решили, что мы, мемориал, попробуем добиться поименной реабилитации. Вот некоторые группы военнопленных, мы это рассматривали как такую пилотную группу, что вот если удастся добиться их реабилитации, то есть установления самого факта, значит, что они были расстреляны именно по решению Политбюро, то дальше, значит, удастся распространить это и добиться реабилитации и такого признания поименного для всех расстрелянных военнопленных. Ну вот я уже сказал, что вот в ходе вот тех наших тогдашних попыток, вот прокуратура как бы оттачивала свои формулировки, потому что мы все время указывали, ну что хорошо, вот если вы отказываете, то напишите обоснование и подайте в суд, значит, вот они пришли к тому, значит, что они вообще не имеют возможности вообще заняться этим делом. На что, значит, мы тоже им указывали, что закон не предусматривает такого от них ответа. Закон предусматривает, что либо они рассматривают все поступившие материалы и либо выносят решение об отказе в реабилитации, либо выдают справку. Если решение об отказе, то обязаны подать в суд. Ну вот, значит, и, собственно, вот такая была наша позиция, когда мы обжаловали в судах уже их ответы, что просто что в законе не предусмотрена возможность отказать в рассмотрении. Что закон дает возможность только либо рассмотреть и отказать в реабилитации, либо рассмотреть и выдать справку о реабилитации. Ну вот, значит, я уже сказал, что, к сожалению, значит, несколько лет этих судебных, десятков судебных заседаний закончились для нас поражением тогда вот. Так, значит, вот еще один вопрос был. Не кажется ли странным, что все польские военнопленные захоронены с документами? Ответ тут такой. Во-первых, не все военнопленные, не все останки, которые были извлечены, что в Катыни, что в Медном, не все были извлечены с какими-то бумагами. Значит, во-вторых, это обстоятельства были такими, что эти пленные, по сути дела, ни разу никто из них не подвергался очень тщательному обыску. Хотя, конечно, обыски были, и у них документы забирали. Документы и письма в том числе забирали. Но вот есть одно обстоятельство, которое зафиксировано в документах НКВД именно про эту операцию. Когда, значит, там комиссар лагеря отчитывается, доносит в политотдел УПВ, как это все происходит, и в частности упоминается о том, что все пленные, значит, что они вообще очень радостно встретили вот эти отправки из лагеря. Потому что, значит, они считали, что их отправляют то ли в нейтральные страны, то ли домой. Во всяком случае, они ожидали какого-то улучшения своей судьбы после, значит, этого существования жалкого в этих лагерях. И, значит, эти их бодрые настроения, о которых комиссар лагеря пишет. Комиссар, только я точно не помню какого. То ли Осташковского, то ли Козельского, а может быть и обоих, значит, администрация лагерей всячески поддерживали. Было важно, чтобы, значит, никто из военнопленных, чтобы даже, так сказать, и никакого сомнения не возникло о том, что, значит, их увозят на какую-то лучшую судьбу. И специально говорится о том, что перед отправкой им вручали письма, пришедшие к ним от родственников. Письма, которые были задержаны, допустим, там, в марте этого года, то, значит, им, прощаясь с ними в лагере и отправляя их в эти этапы в управление, им вручали письма, пришедшие от родственников. И вот этим объясняется, в частности, что вот некоторые из этих свежепоученных писем у них оказывались в карманах. Конечно, этот вопрос особенно, как бы, всегда задается в связи с эксгумацией котынских захоронений, что как так, вот, значит, 2733 человека удалось опознать на основании найденных у них бумаг. Ну вот, вот это так и объясняется. То, что не было, то, что эти военнопленные, в отличие от людей, которые попадали в тюрьмах, эти военнопленные в общем не подвергались обыскам, это подтверждается и другими документами, там, скажем, в Осташковском лагере вдруг в какой-то момент, значит, донесение, а вдруг там, что кто-то из этих пленных продал пистолет, который у него был, кому-то из, значит, вольнонаемной обслуги. И этот факт вдруг узнали и тогда стали проводить обыски, что у них там и в результате обыска там нашли, что у кого-то еще и пистолет остался, что немыслимо, да, при тщательном таком личном обыске, что остались какие-то там еще, я не знаю, полицейские свистки и боеприпасы, так вот, все бумаги, которые у них все же иногда изымали, им при отправке из лагеря им возвращали для того, чтобы, значит, подтвердить их это бодрое настроение, что они уезжают к лучшей жизни. Я еще добавлю, что наличие документов и плюс к этому еще и наличие одежды, это лучшее доказательство того, что это сделало НКВД, а вовсе не, как некоторые любят говорить немцы, по одной простой причине. В захоронениях 37-38 года, захоронениях времен Большого террора, встречается ровно то же самое. Есть и документы, встречаются и расстрелянные вместе с бумагами, где, кстати говоря, у кого-то даже есть и обвинительные заключения, то есть то, что вручалось накануне рассмотрения, если речь шла о трибунале или о выездной сессии военной коллегии, есть и личные вещи, потому что из камеры брали с вещами, а потом эти же вещи бросали в тот же самый могильник. То есть в данном случае мы имеем дело с почерком НКВД, а вовсе не с теми захоронениями, которые были очень четко в годы Второй мировой войны идентифицированы как захоронения жертв нацистских преступлений, где, как правило, люди были раздеты и тем более, безусловно, чаще всего лишены ценностей по той простой причине, что и в Катынском, и Саша меня поправит, если я не прав, может быть даже и в Медном были найдены в том числе и золотые кольца, я уже не говорю о зубных золотых коронках. Все это на самом деле почерк советской госбезопасности и НКВД, потому что так было принято расстреливать в 1937-38 году, и мы это очень хорошо знаем на основе этих дел, которые расследовались на рубеже 80-90-х годов, когда прокуратура возбуждала дела по факту обнаружения захоронений на полигонах близ крупных городов, где как раз было точно известно, что это места, где захоронены, расстреляны в годы большого террора в 1937-38 году. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.